приветствую всех собравшихся в зуме и собравшихся здесь на нашем воскресном занятии сегодня мы хотим продолжить нашу историю конкаренция чуть точнее историю про средства выражения конкаренции в коде как именно мы в коде хотим описывать какие-то обработчики запросов ну или любые активности которые чередуются друг с другом которые соперничают за ядра процессора которые выполняют вот вывод ждут каких-то таймеров общаются друг с другом через каналы блокирует общий mutex и так далее у нас было два больших механизма один из них мы сейчас уже почти целиком написали это файбера другой механизм был это фьючей мы этим займемся в самом ближайшем будущем смысле напишем и сегодня нас ждет еще один механизм который называется стекл к рутины ну и чтобы мотивировать их возникновения давайте вспомним точнее даже не вспомним посмотрим на файбера перед нами а расширил ли экран зуме трансляция да 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 совершенно верно вот теперь мы примена месте итак смотрим на файбер который мы сейчас пишем который мы уже может быть написали они умеют запускаться они умеют синхронизироваться через mutex и через вейт группы они скоро научатся у кого-то научатся у кого-то нет синхронизироваться через канал и блокироваться на селектах в ожидании сообщения одного из каналов и мы сейчас на прошлой лекции мы говорили про то как устроен планировщик для грунтинга и у нас появилось домашнее задание где нужно написать для вот этих файберов хороший планировщик который шардирован которым мало мало синхронизации мало коммуникации между ядрами где каждое ядро каждый поток воркер на своем ведре по умолчанию старается работать со своей локальной очередью за счет этого у нас получается физически гораздо больше параллелизма но и файберы исполняются эффективно потому что файберы короткие задачи им хороший планировщик необходим обычно третпола недостаточно но это долгая история мы в прошлый раз про нее поговорили а сейчас смотрим именно на файберы с их примитивыми синхронизации и думаем на чем вся эта конструкция вообще держится ну вот эти файберы они в конце концов где-то исполняются исполняются не в некотором планировщик как было сказано этот планировщик этот redpool но сами файберы про третпул ничего не знают про конкретно третпул ничего не знают да и вообще данный про третпул потому что они умеют запускаться в произвольном экзекьюторе что это за экзекьютор совершенно не важно этот экзекьютор умеет исполнять задачи эти задачи в новой задачи про планировщик вот это этот шаблон уже был опубликован ты интрузивные задачи которые реализуют интерфейс айтаск умеют запускаться ну либо отбрасываться потому что планировщик решил быстро остановить работу и эти задачи они интрузивные то есть в них интегрируются указатели которые позволяют задачам связываться в какие-то структуры данных ну и просто встраиваться без лишних локаций во внутренности планировщика вот это про runtime про то где исполняются файберы исполняются не в виде задач а дальше с другой стороны нужно вспомнить как устроены файберы над планировщиком то есть как устроены все эти mutex и вейт-группы каналы канала мы еще не знаем в конце концов все вот эти файберы превращаются на уровне планировщиков задачи и как эти задачи устроены ну или вернее как устроено исполнение файбера он бежит 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 встречает какой-нибудь mutex и пытается его захватить если этот mutex свободен он захватывает этот файбер его и бежит дальше если же mutex уже оказывается захвачен то файбер должен остановиться он добавляет себя в очередь mutex и останавливается что значит останавливается ну вот мы говорили как эту остановку реализовать нам нужен примитив который называется карутина или сопрограмма это такой волшебный вызов функции который может запуститься а потом в середине сказать я останавливаюсь сказать suspend вот давайте вспомним про карутина немного вот карутина которая делала первый шаг ну тут второй шаг на длине 1 говорил о карутина suspend и останавливал свое выполнение мы запускали эту карутина с помощью вызова резюм она делала первый шаг говорила suspend этот suspend возвращал управление в этот резюм резюм завершался вот потом мы говорили второй раз резюм и карутина возобновлялась с той точки где она остановилась ранее ну то есть карутина это был такой механизм который позволял который обобщал сам по себе понятия обычных функций сопрограмма под программа если переводить дословно и параллельно обозначать и мы эти сопрограммы карутины использовали для реализации файберов в нашем экзекьюторе какой бы сложный он ни был задачи для файберов это задачи которые резюмит карутину файбера и в этой карутине исполняется какой-то код пользователя этот код пользователь встречает mutex на mutex мы добавляемся в очередь и останавливаем карутину и шаг файбера завершается задача завершается и файбер когда-нибудь будет запланирован снова когда другой файбер достанет его достанет что-то из очереди и наш файбер разбудит то есть резюмит запланирует резюм карутины в threadpool так это мы все вроде понимаем но тут много слов довольно сложных уже звучит но к этой стадии курса кажется мы уже должны это в голове аккумулировать теперь нужно сделать еще один либо еще один шаг и подумать вот на чем что такое карутина но вернее нет ни что такое карутина как она реализована вот пока может быть в нашем понимании карутина это связано неразрывно с понятием переключения контекста когда мы говорим резюм мы активируем некоторый контекст заранее подготовленный где на своем собственном стеке запускается какая-то пользовательская функция потом эта пользовательская функция выполняется встречает караутин саспент ну и что там происходит там мы сохраняем текущий контекст в поле класса в поле карутины и активируем контекст того кода который карутина вызывал резюмил ее вот я сегодня предлагаю подумать вот над чем что такая связь карутины и переключения контекста она совершенно не фундаментальное понятие карутины она гораздо более общее и более универсальное чем операции переключить чем механизм переключения контекста переключение контекста для карутины карутина вполне может быть реализована без механизма переключения контекста и мы сегодня поговорим как раз про другой тип карутин которые этот механизм не используют это стеклос карутины которые вы наверное видели все плюс плюс ну вот смотрите тут написано карутина стеклос а наш караутин из нашей крутина стеклос вот в самом основании всех наших файберов лежит понятие карутина и вот сейчас мы хотим это понятие карутина по-другому реализовать это наш план на сегодня и разобраться как собственно этот механизм работает в языке си плюс плюс потому что вот язык си плюс плюс вам приносит вот эти самые стеклос карутины и это важно что это происходит именно на уровне языка но вот это то к чему мы сегодня придем и так давайте подумаем в чем разница стеклос карутины разберемся в чем разница стеклос карутины стеклос карутины разница очень простая вот посмотрим на пример например с итератором который который у нас был у нас было дерево у нас был итератор по дереву мы говорили муфту next и этот итератор двигался по узлам мы тогда когда это обсуждали говорили что удобно и тренироваться по дереву рекурсивно но правда тогда не напишешь линейный итератор как же написать линейный итератор который бы внутри был реализован как рекурсивная функция но видимо нужно воспользоваться карутинами видимо нужно запустить рекурсивную функцию а когда мы хотим когда мы доходим до очередного узла просто карутину остановить вызвать из коротин саспент выпрыгнуть и вот здесь мы будем мы получается встали в рекурсии в новый узел дерева и нужно вернуть пользователю данные из этого узла вот стекл карутина это карутина которая этот пример иллюстрирует стекленность карутины ну давайте сразу сделаю замечание стекл карутина и стеклос карутина не означает что у карутины есть так или нету стека у любого кода любому коду чтобы исполняться нужен стек после процессора чтобы исполнить код нужен стек это никуда не денется разница в том что как по отношению к стеку вызовов ведет себя карутина которая останавливается вот разница в этом стекл карутина когда останавливается останавливает не только вот свой вызов вот этот вот вызов текущий 3 волк смысле самый глубокий а останавливает все вызовы по стеку выше то есть замораживает весь стек и выпрыгивает куда-то в колера который снаружи вызвал резюм где-то здесь стекласс карутина наоборот когда она останавливается она останавливает только саму себя то есть только самый вложенный вызов то что выше по стеку живет своей жизни дальше это может быть пока не очень понятно но чтобы это почувствовать нужно разобраться в механике карутин стекласс карутин и как можно было бы поступить можно было бы взять стекласс карутина все плюс плюс и разбираться как они устроены мы к этому придем но начнем мы совершенно с другого мы попробуем сами реализовать стекласс карутины просто руками их написать я почти я объясню почему это не самая очевидная вещь на чуть позже наверно вот смотрите давайте рассмотрим такой абстрактный пример у нас есть функция у нас есть функция бар у нас есть функция баз и у нас есть некоторая карутина функция которая принимает аргумент вызывает функцию fu потом останавливается потом вызывает функцию bar от результата функции fu вызова функции fu потом снова останавливается потом вызывает функцию bass куда передает вычисленные ранее а b и аргумент x потом будет получившийся на экран она закомментирована потому что это некоторый псевдocode это наш наше намерение мы хотим в языке нашем в программе в C++ выразить такую карутину. Что мы можем сделать? Ну, мы можем воспользоваться Stackful карутинами, которые у нас уже есть, которые мы с вами писали. Вот мы пишем там вызов full, потом мы останавливаем карутину, потом вызов bar, потом останавливаем карутину, потом вызов bass, печатаем на экран. И вот мы запускаем этот код, и он делает три шага, разумеется, и выводит ответ. Ну, я не стану проверять, наверное, он правильный. Вот мы такую карутину выразили с помощью Stackful реализации. Как она устроена, мы тоже хорошо знаем, там переключение контекста, локации стеков, вся эта история. А теперь мы хотим написать альтернативную реализацию карутины. Альтернативную реализацию, которая была бы стекласс. Причем, эта реализация, которую мы сейчас напишем, она будет реализацией конкретно этой карутины. Вот наш класс Stackful карутин или просто карутин, это был такой универсальный класс, когда мы передавали лямбду, и эта лямбда работала как карутина. Сейчас мы хотим написать карутину прям голыми руками и конкретно эту. Но, возможно, мы сможем сделать это эффективнее. Вот давайте подумаем, как выглядела бы реализация идеальная вот конкретно этой карутины. Она получится не общая, очень конкретная, но вот конкретно для этой карутины как бы мог, можно было написать этот класс. Ну, прямо так, да, но это уж прям совсем конкретно, нужно чуть более общую схему наметить. Итак, нам нужен вызов, нам нужен вызов резюм, и этот вызов резюм запускает очередной шаг, потом карутина доходит до точки остановки, останавливается. Давайте подумаем, как выглядит, как можно описать наиболее компактно состояние вот такой вот остановленной карутины, вот конкретно этой карутины. Как можно было описать ее состояние? Ну, у нас есть локальные переменные, они потом используются. Видимо, состояние остановленной карутины — это состояние локальных переменных, там, A, B, C. A, B, C — это локальные переменные? Ну, ты соптимизировал его, мне возможно. Сейчас к этому придем. У нас еще есть аргумент, который тоже нужен, нужно запоминать, чтобы потом функцию бас вызвать. Ну, и, видимо, в вызове резюм нужно помнить, какой шаг мы сейчас выполняем. Итого, у нас состояние такой карутины чем образовано? Во-первых, это локальные переменные. Ну, ладно, в нулевых это аргументы. Во-первых, это локальные переменные, и во-вторых, это, ну, напишем так, instruction pointer. Ну, instruction pointer тут, конечно, не буквально нужно понимать, а вот некоторый abstract, instruction pointer, который указывает на номер очередного шага. Ну, вот давайте мы такую карутины сейчас и напишем. У нее есть аргументы. У нее есть локальные переменные. И у нее есть instruction pointer, который будет выглядеть несколько проще. Просто вот так. Стать, если карутина строится, она получает аргумент. Давайте мы его запомним в поле. А дальше мы хотим эту карутину и утрировать в этом резюме. Ну, и что мы здесь напишем? Посмотрим, какой шаг нам сейчас нужно сделать. Если это нулевой шаг, ну, первый шаг логически, мы вызовем функцию full. А потом мы должны остановиться. Как мы остановимся? Мы просто return напишем, да? Это и есть наш suspend. Да, но нужно, чтобы в следующем резюме мы продолжили работать с правильного места, поэтому перед тем, как мы остановимся, мы продвинем лейбл вперед. А дальше, если нас запустили второй раз, то мы проверим, что если лейбл теперь единица, то мы вызовем, видимо, вызов bar. Сделаем вызов bar. Снова продвинем лейбл и остановимся. Ну, и, наконец, мы здесь вызовем вас от a, b, x. Ну, вот, похоже на карутину, да? И можно теперь ее запустить и посмотреть, что результат не поменялся. Ну, если мы нигде не ошиблись, разумеется. Не поменялся. Ну, вот, мы написали ту же самую карутину по-другому. Беда в том, что класс этот переиспользовать нельзя, он какой-то очень конкретный, но зато, кажется, он реализован оптимально. Правда? Вот, и это реализация, это стекласс-реализация вот такой вот карутин. А теперь нужно увидеть некоторую общую конструкцию. Как может быть реализована карутина, которая, останавливаясь, останавливает только себя? Ну, она, эта карутина, этот вызов функции, он теперь имеет некоторое состояние в восстановленном виде. Это состояние мы описываем в виде класса. Вот, для нашей карутины нужен стейт. Что в этом стейте будет? Будут аргументы, будут локальные переменные. Ну, вот, кстати, локальные переменные здесь можно было бы и немного сэкономить, потому что зачем делать сэ полем класса? Можно же просто оставить вот буквально локальный перемен. Потому что между шагами она не... между разными шагами она не используется. И нужен такой instruction pointer в виде просто лейбла, который указывает вот, какой шаг сейчас происходит. Ну, если у нас есть цикл, этот лейбл, он, конечно, немного сложнее меняется, но не суть. Вот, в общем виде реализация стеклос-карутины. Carouting state, у которого есть в полях аргументы, локальные переменные и лейбл. Проблема пока в том, что мы сгенерировали такой класс руками. Вот у нас такая крафтовая карутина получилась, конкретно для вот этого примера. Каждый раз писать мы, наверное, так не хотим, но с другой стороны, вот преобразование из этого условно-псевдо-кода, из этого не существующего в C++ синдексе со спендами, в такой класс преобразование может выполнить, скажем, сам компилятор абсолютно механически. Вот в этом идея. В том, чтобы научить компилятор преобразовывать специально описанные функции с некоторыми специальными маркерами, которые указывают компилятору, что это необычная функция, а карутина, вот в такой вот класс, который дальше можно было бы запускать и который бы мог в своем вызове остановиться. Вот иди... Что? Что? Я бы сказал, что, во-первых, шаблоны – это отдельная история, не нужно ее сюда привязывать. Это скорее похоже на лямбды, потому что у нас есть на поверхности языка вот эти самые анонимные функции, а компилятор просто их переписывает на функции, а тоже на классы. Ну вот здесь мы берем какую-то функцию специальную и переписываем ее в виде класса. Но пока вручную, а хотели бы делегировать это к компилятору. Вот. Реализация получается всегда такой и простой, потому что нам не нужно думать о том, что будет с вызовами выше по стеку. Мы все... Нас всегда беспокоит только конкретный наш вызов. Один-единственный. Итак, с этим разобрались, да? Этот пример понятен. Что происходит – тоже понятно. Но единственное, что нужно сделать – это указать компилятору каким-то образом, где именно карутина будет останавливаться, чтобы он мог вот разбить ее тело на вот такие фрагменты. Но прямо скажем, вот карутины с таким интерфейсом нам не особенно полезны. Кажется, что мы в курсе не особенно-то занимались тем, что карутины итерировали вот резюмами. Ну то есть как? Мы в конце концов это делали где-то в недрах наших файберов. Но вообще-то файберы... Вообще-то для конкаренсии... А нам все-таки карутины нужны не абстрактно, а для конкаренсии... Нам нужна была немного другая логика. Вот, допустим... Давайте посмотрим на какой-нибудь пример. Посмотрим на какой-нибудь пример сейчас. Например, в файберах. Ну вот, мы файберы, мы отправляем сообщения в канал, мы получаем сообщения из канала. Вот здесь мы блокируемся. Вот когда мы говорим про файберы и мы понимаем, что за ними стоят карутины, нас, как правило, не интересуют отдельные резюмы. Нас интересует такая логика. Мы хотим остановиться и запланировать свое возобновление. Иначе говоря, мы хотим чего-то дождаться. Вот дождаться каким образом? Остановившись и запланировав возобновление. Когда мы встречаем ресив на канале, или когда мы встречаем, ну, например, вейт на вейт-группе, ну, вот пусть вейт на вейт-группе, мы хотим остановиться и так, чтобы нас потом разбудили, когда счетчик вейт-группе опустится до нуля. Дождаться некоторого события мы хотим. Или, скажем, мы хотим заблокироваться до тех пор, когда пока не выполнится фьючер с тайм-аутом. У нас есть фьючер-воид, она наполняется воидом, когда проходит тайм-аут 250 миллисекунд, и мы хотим заблокировать файбер на 250 миллисекунд. Дождаться, пока во фьючер появится значение. Остановиться и подписаться на нее. Опять. Некоторое событие. Вот мы хотим сейчас для наших стеклос-карутин такую же логику. Мы не хотим для них вот этот ручной резюм делать. Мы хотим, чтобы эти карутины могли запускаться и останавливаться, дожидаясь некоторого события. Иначе говоря, мы хотим на них конкуренси писать. Вот давайте я покажу пример, чего мы хотим. Вот мы запускаем карутины. Вот у них есть свои собственные... Ну, тут, смотрите. Тут префикс гор это гор-рутины. Давайте я поясню, что имею в виду. Это уже не карутины... Ну, это карутины все плюс-плюс, но мы их здесь называем... Пожалуйста, это шутка. Гор-рутины, потому что карутины все плюс-плюс, вот стеклос-карутины принес гор-нишанов. Он, кажется, то ли на аватарке, то ли на аватарке, то ли канала, то ли чата канала. Вот этот человек, который драйвил, пропозал стеклос-карутины все плюс-плюс. Вот этот самый дизайн, который мы сегодня изучаем. Вот это его работа. И мы в честь него, значит, говорим про гор-рутины. То есть это такие карутины, которые используются в конкуренсе. Для конкуренси. Они конкурируют между собой. Мы их запускаем, и они борются за мьютексы. Они лочат мьютексы, блокируют друг друга, ну, блокируют, в смысле останавливают друг друга, а другие карутины, гор-рутины продолжают исполняться. Вот код похож на файберы, только у нас здесь написано ключевое слово co-await, ньютекс-лог. Вот это тот синтаксис, который мы на самом деле хотим вместо саспенда. Нам саспенд не нужен. Нам нужен await. Остановить карутину до тех пор, пока не реализуется некоторое событие, пока не освободится мьютекс. Понятен замысел? Вот. Так что, на самом деле, мы хотим, чтобы компилятор переписывал... Тут нужно прыгать между репозиториями, простите. Чтобы компилятор не такие функции переписывал, вот в такие классы, а чтобы он переписывал вот такие функции. Вот у нас была функция карутина. Она получила аргументом ThreadPool. Она в своем теле вызвала функцию AsyncVIA, а AsyncVIA — это очень простая функция. Она взяла ThreadPool, взяла лямбду, построила Promise и Future и бросила в ThreadPool задачу, где запустила вот это вычисление, а потом его результат положила в Promise, а пользователь отдала Future. Понятно? Ну, то есть, мы запускаем функцию AsyncVIA асинхронное вычисление в ThreadPool и отдаем пользователю Future. А пользователь — это карутина. И вот она хочет этой Future дождаться с помощью Co-Await. И распаковать эту Future, этот FutureInt, просто Wind. Давайте я опять пример покажу. Кажется, он у меня под боком должен... Ну, это FutureGet, только FutureGet блокирует поток. Сейчас, где я нахожусь? Да, вот. FutureGet блокирует поток, а мы не хотим блокировать поток. Мы хотим остановить текущую карутину. Вот это причина, по которой карутина на самом деле хочет остановиться, она хочет дождаться события. Вот этот пример. Co-Await Future. Вот у нас есть FutureInt. Мы можем, конечно, вызвать здесь Get и заблокироваться, но мы не хотим. Мы хотим написать Co-Await Future. и вот этот Co-Await остановит текущую карутину, только ее, не заблокировав поток. А когда Future реализуется, когда там появится значение, то карутина возобновит свое исполнение. Вот мы хотим, чтобы компилятор переписывал для нас в некоторые автоматы вот такой вот код. Ну и давайте теперь снова поработаем за компилятор. Посмотрите, ну, смотрите, как устроена наша лекция. Мы не просто я бы мог рассказать, я бы мог рассказать, какой код напишет здесь компилятор. Но этот код мы не видим. Все-таки он где-то в недрах компилятора написан, он сложный. Поэтому мы сейчас сделаем следующее. Мы вернемся к нашим примерам и сами вручную попробуем поработать за компилятор и переписать вот эту функцию в автомат голыми руками. Опять, как мы сделали здесь, но только уже для кода с фьючерами. Ну, давайте думать, что тут должно быть. Опять, когда карутина переписывается в стеклос карутина переписывается в автомат, нужно запомнить в полях этого автомата аргументы и локальные перемены. Ну, аргумент в данном случае threadpool. Итак, что сделать карутина на первом своем шаге? ну, она вызывает функцию async via. да, да, у нас немного пробилось форматирование. ну, пул это теперь не аргумент, это поле класса. Мы получили future. Давайте вот так напишем. У нас было значение v, которое мы хотим в конце концов вычислить, а у нас пока есть просто будущее значение v future. что нам с ним дальше делать? Ну, что значит дождаться? А? мы хотим дождаться этой future. Но смысл карутины в том, что вот когда мы дожидаемся чего-то, мы останавливаем только карутины. так вот вопрос, что мне делать дальше? Вот я в прошлом примере, ну, у меня просто карутина останавливалась, потом она возобновлялась снаружи. Пользователям так вот, безусловно, руками. А теперь мы хотим, чтобы резюм карутины был вызван автоматически, когда во future появится значение. Но вот std future, она не умеет, она здесь ничего не поможет, а вот наш future хороший, о котором мы все еще не написали, но вот займемся этим скоро, 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 она умеет subscribe. То есть мы можем подвесить на нее callback, который будет вызван, когда во future появится значение. То есть когда в threadpool закончится вычисление. Поэтому что мы сделаем? Мы скажем, что вот where future subscribe, и потом мы передаем callback, который получает result. result это контейнер, который содержит либо значение типа t, либо int, либо ошибку. и что же мы напишем в этом сабскрайбе? Что мы напишем в callback, который будет вызван, когда в threadpool закончится вычисление? Ну, мы должны видимо зарезюмить к рутину, да? Вот себя просто. И будет вызван снова этот будет вызов продолжен. Но мы должны к нему подготовиться. Видимо, мы хотим уже сейчас обновить лейбл, да? вот вот у нас первый шаг к рутину, вот второй шаг к рутину. И если мы, ну, subscribe, он же подписывается на future, а вычисление может быть вызвано, может быть, может завершиться очень быстро, поэтому резюм может случиться очень быстро, поэтому мы должны уже к этому моменту подготовить лейбл. Вот. Ну и после этого можно будет написать return. Только нужно после этого самого резюма как-то вот здесь получить значение. Как нам это сделать? Ну, видимо, нужно завести, ну, это в конце концов локальная переменная, да? Локальная переменная должна стать полем класса, поэтому мы пишем здесь v и перед возобновлением распаковываем результат. Ну, вообще говоря, там ошибка может быть, но я здесь исключение игнорирую, ошибки игнорирую, считаю, что все хорошо. Не делайте так, но для наших целей подойдет. Ну что, а теперь можно вывести результат, да, наверное? Если мы нигде не ошиблись, то все должно работать. ну, давайте проверим, что она работает. Вот, и к рутину нужно, ну, мы не будем ее резюмить, это операция старт более уместна, которая делает резюм. И мы к рутину стартуем. работает, да? Ну, давайте убедимся, что точно работает. вот, код должен повисеть 3 секунды сейчас. Вот, никакого блокирующего ожидания в этом коде нет. Видно, да? Вопрос, где выполнится первый шаг к рутину? Ну, здесь, да? Внутри вызова старт. А где вызовется второй шаг к рутину? Выполнится второй шаг к рутину, вот этот вот. Он в трэдпуле выполнится, потому что в трэдпуле мы запустим вычисление, в трэдпуле задача добежит, выполнит фьючу, у фьюча вызовется коллбэк, а в этом коллбэке к рутину продолжится. Ну, вообще-то это должно нас подплакнуть к такому выводу, что вот этот код, возможно, не очень хорош. Точнее, мы к рутину все еще не дописали. У меня код собран с адреса санитайзера, мы получили stack use after scope. Почему? Потому что вот мы сделали первый шаг, подписались на фьючу, вышли из этого вызова, а потом случилось понятно что. Крутин разрушилась, а потом в трэдпуле выполнилась задача, она нас зарезюмила, а зарезюмить, ну, записала в поле, а писать в поле уже нельзя, потому что никакого поля нет, потому что объекта уже давно нет. Поэтому мы пишем здесь что? Да, нам нужно прибрать за собой, вот мы где-то... да, и вот, видимо, этот код мы забываем и говорим следующее. Вот это уже более разумно и сейчас код должен работать и память не должна не карабтиться, не утекать. Ну вот, мы говорим про карутины, не просто про карутины, которые запускаются и ничего полезного не делают, мы говорим про карутины, которые работают с асинхронностью, которые останавливаются, потому что они чего-то ждут. И в этом случае время жизни таких карутин становится динамическим. Мы не знаем, сколько она проживет, потому что мы не знаем, когда закончатся операции, это асинхронные там в пуле потоков или когда пройдет время или что угодно. Поэтому естественно, что стейт карутины начинает аллоцироваться в динамической памяти. Что еще мы можем заметить любопытного здесь? Что ну вот зачем я вам это показываю? Потому что потому что потому что вот здесь происходит нечто такое же. Ну должно происходить, потому что а что иначе здесь может еще быть написано? Вот мы пытаемся разобраться, как устроена такая строчка. Вот кажется, что она должна быть устроена вот каким-то таким, ну то есть эта функция должна развернуться ну вот в какой-то подобный код. Что еще тут интересного? Вот писали ли вы файберные файберные мьютексы? Вот и вы там даже в слепфоре еще и в мьютексе уж точно сталкивались с проблемой, что если вы запланируете возобновление файбера до остановки карутины, то может получиться неприятность. Вы активируете контекст в другом потоке, который еще не сохранен. И поэтому вам нужно было сначала аккуратно остановить карутину и только потом подписаться, ну запланировать ее возобновление. Смотрите, у нас здесь карутина устроена проще. Suspend stackless карутина это просто return. Так? Вот. И нормально, если в другом потоке карутина зарезюмится, когда в первом потоке она еще не остановилась. Потому что что такое suspend? Просто return. Что такое resume? Просто call. Вы можете в другом потоке вызвать функцию, которая еще не завершилась в другом потоке. Ну вот да, нужно сначала аккуратно обновить label, сохранить все нужные поля, а потом уже не нужно волноваться, что resume может произойти до suspend, потому что suspend return, resume это call, слишком простые инструкции, там нечему ломаться уже. Чувствуете разницу, да? Вот потому что здесь никакого переключения контекста нет, здесь просто то, что у нас было переключением контекста, сохранением контекста активации контекста, теперь стало просто call and read но правда как это достигается? Это достигается вот генерации такого кода, пока вручную голыми руками, но мы бы хотели, чтобы в конечном итоге этот код сгенерировал для нас компилятор, но абсолютно же невозможно, чтобы он по такой функции сгенерировал вот такой вот код, правда? Ну, то есть он не смотрите, он вообще-то может сгенерировать много кода здесь, то есть понятно, что он увидев co-avate поймет, что это не просто функция, это корутина, что нужно переписать ее на автомат, что нужно для локальной переменной завести поле, что нужно для аргумента завести поле, что нужно завести лейбл, что нужно написать резюм, что нужно аллоцировать может быть стейт на куче, что нужно вызвать асингвия, что он не сможет сам написать. Но он не понимает, это же компилятор в конце концов, откуда он знает про то, как нужно дожидаться фьюча, откуда же он знает, когда именно нужно резюмить коррутину. Вот никакого сабскрайба вот в этом коде не написано. Поэтому мы хотим, чтобы в конце концов в кора стейт машин в этом классе был написан такой код, который компилятор сам в состоянии написать. Ну, с некоторыми подсказками, но минимальными. Вот, и это наш следующий шаг. Давайте этот код попытаемся немного иначе структурировать так, чтобы вот в самом классе кора стейт машин не было ничего специфичного именно для наших фьюч. так, это тот же самый пример. Это тот же самый код, но почти. Беда в том, что здесь написан subscribe, который, про который компьютер ничего понимать не может. давайте подумаем, как можно избавить компилятор от знания про этот subscribe. Ну, что вообще происходит? Смотрите, у нас есть в корутине строчка, там, некоторое значение равно co-await, некоторый вызов, некоторый expression. Вот у expression один тип, future от int, у этого значения другой тип, просто int. И мы написали между ними co-await, то есть мы хотим остановиться и каким-то образом возобновить корутину позже, а потом и распаковать значение. Вот эту логику должен, про эту логику, как именно это сделать, может предоставить только сам пользователь. Компилятор про нее ничего не знает. Поэтому мы хотим, чтобы эта логика, она была как-то инкапсулирована в некоторую стратегию, которую компилятор мог бы использовать. Эта стратегия называется авейтер. Авейтер это сущность, стратегия, которая говорит, как же именно нужно дожидаться некоторого значения. Как именно, имея future, дождаться из нее int. вот давайте мы сейчас напишем класс future авейтер, который инициализируется, который получает future и помогает компилятору, ну или нам написать тело нашей коррутины. Итак, у нас есть future. вот мы хотим это значение в заменить на future авейтер. Причем он будет лениво инициализироваться, когда появляется future. вот, компилятор вызвал код, получил future, а теперь он должен как-то трансформировать ее в int, ну дождавшись, когда там этот int появится. Компилятор не знает, как это делать, поэтому он говорит, вот авейтер, разбирайся с этим, вот тебе future значение, а теперь, пожалуйста, авейтер, запланируй меня, когда можно будет. кого это меня? Ну, крутину некоторую. вот так вот, да, но не сработало, потому что не захватило. ну, авейтер нас возобновит здесь с помощью await suspend, ну точнее, запланирует возобновление, и нам после возобновления нужно откуда-то взять v, откуда мы его возьмем? Ну, опять спросим у авейтера, раз уж ты нас разбудил, то, пожалуйста, скажи нам, какое значение нужно взять. то есть вот авейтер получал future t, а отдает нам теперь t. Каким образом? Ну, пусть он его в поле сохранит. Да, тут опять этот результат конструируется лениво. а, да, простите. и здесь мы распаковываем раз, распаковываем два. Первая звездочка это чтобы из optional распаковать, вторая, чтобы из result значение распаковать. Я здесь снова благополучно игнорирую ошибки. Что? возможно, да. Нет. Зачем? ну вот, вот, мы избавили класс корутина от конкретных деталей, как именно нужно дожидаться возобновления и откуда именно брать значение. Мы строим авейтер, передаем ему то, что было справа от коэвейта, вызываем await.suspend и этот await.suspend должен запланировать возобновление корутины, когда вот она будет готова, когда реализуется future в данном случае. И когда корутина запустится, мы можем с помощью await.resume из авейтера достать то значение, которое, собственно, которое мы хотели. Сейчас оно уже готово. Давайте проверим, что мы ничего не разломались. раз, два, три, работает. Ну, что скажете? Ну, во-первых, только что состоялся разбор задачи FiberMutex, потому что там нужно писать авейтеры, и вот авейтеры должны делать как раз, ну, авейтеры должны быть вот как-то так устроены. И у нас тоже был FiberHandle, у нас тоже были авейтеры, там тоже должен быть await.suspend, который планирует возобновление. Вот это абсолютно общий механизм, который интегрируется с коррутинами stackless или коррутинами stackful, вот совершенно неважно, как именно корутина устроена. Так что вот ожидайте, но рассчитывайте, что у вас должен быть вот этот await.suspend, но await.resume там пока не нужен, потому что в нашем, в mutex'е ничего не возвращают после пробуждения, да? Но в общем случае await.resume, наверное, нужен. Почему названия такие? await.suspend и await.resume? Ну, потому что этот код вызывается в точке, когда корутина останавливается, а этот код вызывается, когда корутина возобновляется. а await, потому что ключевое слово await. Ну вот, мы написали теперь то, что на самом деле сгенерирует компилятор вот для сложно вот для такой функции. Хороший вопрос. Откуда компилятор вообще поймет, что нужно взять, вот нужно использовать await.re вот такой конкретный, откуда возьмет этот тип. Но мы сейчас, то есть, нужны некоторые правила, которые позволяют компилятору по future получить future await.re.re Ну, давайте посмотрим. Хоба. Ну, мы сейчас перемещаемся уже, мы прекращаем там на время писать крутину собственными руками И переходим к тому, как работают крутиновые C++, стеклоскрутиновые C++ Вот если вы в своем коде стеклоскрутиной пишете кой-авейт и некоторый объект То вы должны для этого типа, в данном случае это фьюча, реализовать оператор кой-авейт Который возвращает авейтер И этот авейтер, смотрите, как он устроен, вот он устроен вот ровно так же Этот код уже не игрушечный, ну, в смысле игрушечный, и тот был не особенно игрушечный Но это уже код, который интегрирован с крутинами C++ Когда в коде написан ко-авейт вот такой вот, то компилятор его разворачивает Давайте я покажу сейчас во что Это блог Льюиса Бейкера Еще одного из авторов крутин в C++ У него есть такая очень подробная серия постов про то, как крутины устроены И вот второй пост про оператор кой-авейт Что же компилятор вставляет вместо кой-авейта? Ну, тут не слишком понятно Слишком непонятно, возможно Есть ко-авейт экспрессион Вот, по этому экспрессиону, вот по value, в которой вычисляется этот экспрессион Нужно каким-то образом получить авейтер Ну, в частности, с помощью оператора кой-авейт Вот, компилятор знал value, знал его тип, получил авейтер по этому типу И что он сделал? Сначала он спросил, а вейтрейде А вейтрейде возвращает true Если корутина Корутине вообще не нужно ничего ждать Если она готова запуститься сразу Может быть, мы ждали future, а она сразу готова Ну, мы в нашем коде говорим, что нет Будем ждать Ну, тут тоже можно некоторую оптимизацию сделать Но мы ленивые Так вот, если все-таки future не готова То есть авейтер говорит, что нет, нужно ждать То дальше мы вызываем await suspend На авейтере И передаем туда объект, который называется carouting handle Carouting handle Ну, эксперимент Зависит от того, где вы живете Если вы живете в более-менее современном мире С современной стандартной библиотекой и компилятором То там это уже не experimental А у меня на маке это experimental Carouting handle У него, ну, я бы сказал, что один метод по сути важный Но для нас сейчас это resume Ладно, я вру не один, конечно И другие тоже важны на самом деле Но вот прямо сейчас resume Возобновить карутину Вот fiber handle вы уже видели в домашке И fiber handle в домашке ровно по мотивам вот этого дизайна Смысл точно такой же Мы в await suspend, в авейтере получаем carouting handle И когда событие реализуется Во future появится значение Мы на этом handle скажем resume И карутина вот здесь прямо возобновится И продолжит бежать Она стартует И давайте вернемся в псевдокод Она стартует И из await resume возьмет значение Вот Это уже абсолютно честный код И вот этот пример Ну давайте его запустим Он так работает Ну вот Спустя некоторое время напечаталось 42 Вот И это уже настоящий компилятор C++ Вот вместе Коэвэй Переписал эту функцию Вот Вот так вот И вот авейтер у нас точно такой же получился Вот авейтер наш ручной Для нашей ручной карутины И вот авейтер Который мы написали Чтобы Чтобы карутина C++ работала Вот Разницы никакой нет Но только тут Carouting handle Который прячет от нас Конкретный класс карутины Так же как и в нашей домашке Fiber handle Прячет от нас От пользователя Конкретный класс файбера Ну вот Мне кажется Что вот с помощью этого примера С помощью этого примера Мы разобрались Как Именно работает Компилятор Когда он компилирует Карутины Вот Можно было бы по документации Это изучать По этой документации Или еще хуже По вот этой документации Но Я не уверен Что это закончится хорошо Вот А с другой стороны Если написать Голыми руками Ну такой игрушечный Примерно Голыми руками зато То вот Вся скрытая механика Становится явной Вот этого кода Вот этого кода Нигде не увидеть Потому что этот код Пишет компилятор Во время компиляции У вас есть В языке Вот такой синтаксис На поверхности языка А дальше Компилятор его переписывает Вот в такой вот класс Вот Мы это к сожалению Наблюдать не способны Это не часть библиотеки Это часть компилятора Но мы способны Это воспроизвести Вот в таком примере Он выделяет память На старте карутины Когда мы ее вызываем Ну вот мы Смотри Я пока немного жульничаю Я рассказываю Что происходит Когда карутина зовет Кое вейт А есть отдельная история Что происходит Когда карутина стартует И что происходит Когда она завершается Вот И это еще одно Измерение сложности Про это вторая половина занятия А пока мы говорим Просто про Про сам Кое вейт И вот Кое вейт Мы кажется Разобрали И я обращаю внимание Что вот эта вся Трансформация Которую делает Компилятор Она вот чисто Механическая Собственно Поэтому мы Компилятору И доверяем ее Он может сделать Это бездумно Во-вторых Компилятор Когда он компилирует Вот этот код Вот в такой код Ну переписывает вернее То Он же Совершенно не понимает Чем карутина занимается Он не знает ничего Про фьюча Про мьютексы Вот Вот В этом примере Карутины в C++ Это Внимание Фича Языка Она полностью Декомпозирована От Какого-то Небыло Конкретного Применения В смысле От там Фьюч Мьютексов Там Ивент лупов Каких-то Ну вот Это просто Некоторая Механическая Трансформация Кода Компилятор Видит Кое-вейт И переписывает Функцию В класс А Чего именно Эта карутина Дожидается Каких-то там Событий Как она там Конкурирует С другими Карутинами В каком-то Тредпуле Этого всего Нет В языке C++ Этого даже Несканарной библиотеки До сих пор Никакого готового Фреймворка И вот Карутины C++ Они интегрируются Абсолютно С любым Фреймворком В частности С нашим Который мы пишем Почему бы Их не интегрировать Туда Там же есть Тредпул В котором Карутины Выполняются Ну не Карутины Задачи Выполняются Вот наш Тредпул Будет признан Хорошим Если в нем Можно выполнять И карутины Разумно звучит Ну вот Давайте посмотрим Давайте посмотрим На Еще один Пример Пример А давайте сначала ASIO посмотрим Вот ASIO Какой-то Какой-то Рантайм Event loop У нас есть Вот есть Ио-контекст Вот есть Ио-контекст Ран Вот я запускаю Карутины Вот эта карутина Строит таймер Заводит его на 2 секунды И говорит Коэвэй таймер Что бы мы в этом месте Хотели Видимо Чтобы карутина Остановилась на 2 секунды Ну для этого Нужно написать Оператор Коэвэй Для таймера Давайте его Напишем Вот Пожалуйста Контролируйте Что вы понимаете Что я пишу И что вообще происходит Если не понимаете То нужно срочно Спрашивать Ссылка Да Вот Авейтер Это класс Который реализует Контракт Авейтера Три метода Авейтрейди Авейтсоспенд Авейтрезюм Авейтрейди Что нужно вернуть Ну я не знаю Есть ли у таймера Что-нибудь готовое Ну нет Не видно Да Ничего Ну мы его здесь завели Ну ладно False так false В домашке В домашке у вас все равно Будет повод написать Не true Не true Здесь Что-то Более нетривиальное Нужно останавливаться Пишем Авейтсоспенд Получаем здесь Corouting Handle На Корутину Когда мы ее возобновим Когда пройдет таймер Когда он закончится Ну можно подписаться на него Handle это Очень легкий объект Он внутри держит Поинтер на Некоторую реализацию Конкретную Но этот Этот тип мы не знаем Так же как мы не знаем В C++ Тип лямбды Тип функтора Который генерируется Для лямбды Но нам это и не важно У нас есть Handle И мы здесь говорим Да Мы Игнорируем ошибку снова Видимо так Await Resume Он кажется Ничего не возвращает Потому что Coy Await Ничего не возвращает Ну давайте посмотрим Начинается Ну ладно Давайте Сейчас не получилось Я в перерыве Попробую это починить Все же Сложно С Asio Не используйте Хеддер Он ли библиотеки Ну Это мое личное мнение Ну потому что Ошибки не отлаживаются Ладно Давайте по другому Давайте по другому Давайте вернемся К Threadpool И вот Мы решили Связать Крутин C++ С нашим Threadpool Который мы делали И сейчас У нас Есть такая задача Вот Крутина Здесь запускается Запускается Крутина Ну вот она запускается В том же В самом смысле Как она запускалась Вот здесь То есть Выполняется первый шаг Выполняется первый шаг Всегда В том же Потоке Который Собственно Крутину Первый раз Ну Крутину и вызвал Крутину сконструировал Так что Вот эта Крутина Она запускается В Треде Который выполняет Функцию Main А дальше Мы хотим Чтобы эта Крутина Переехала В Threadpool Каким образом Это можно сделать Но вот Вызывать какой-то метод Там Сабмит Или экзекьют Как он там у нас называется Неважно Мы все же не хотим Потому что Ну Сабмит И экзекьют Работают с какими-то задачами Абстрактными А у нас все же Крутина Вот идиоматичный способ Сказать Коэвейт Телепорту И оказаться В пуле А Телепорту Должен вернуть Авейтер Который И должен Запланировать Крутину Как задачу В Threadpool А вейтрейде Здесь точно False Крутина Должна остановиться Потому что она должна оказаться В Threadpool И вот здесь Что мы напишем Ну у нас нет никакого Сабмит У нас экзекьютер Давно в курсе Вот Мы Хотим запланировать Ну пока мы напишем Очень неэффективно А я объясню Что мы хотим Сделать Что мы хотим Сделать Следующим шагом У нас есть Handle И мы его захватим В лямбду И лямбду Бросим В пул И уже В этой лямбде Мы скажем Handle Resume Вот А во вейтрезим Мы снова Ничего не делаем Потому что Коэвейт Не должен Ничего возвращать Да 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 Вот То есть Карутина стартовала В мейне Потом переехала В пул В поток пула Видите ли вы В этом коде Некоторую Неоптимальность Вот кстати Можно я еще Замечание сделаю Я показывал Вам код С Грутинами Горрутинами Которые Вот они становились Грутинами Когда они переезжали Как раз В планировщик Вот с этого Они и начинались Они сначала Перепланируются В планировщик В планировщик Это пул потоков А дальше Уже там Сражаются За общий Мютекс Окей Где Нужно вернуться Сюда Давайте подумаем Есть ли здесь Некоторая Неоптимальность Что Мы просто Подождем 5 секунд А что Должно Измениться Не очень Понимаю Ну все Хорошо Вот мы Здесь были В мейне Этот код Исполнялся В мейне Этот код Исполняется Уже В пулепоток Вот здесь Мы в пулепоток Видите ли вы Неоптимальность В этом коде Ну зависит Конечно От того Насколько Вы продвинулись В реализации Интрузивных задач В пулепоток Смотрите Вернемся В экзекьюторы Вернемся В задачи И говорим Что Задачи Это наследники Класса Наследники Интерфейса Itask Который Умеет Запускаться Наследники Которые Умеют Запускаться Ну и еще Они в себя Интегрируют Указатель Для того Чтобы Связываться С другими Задачами В какие-то Структуры Внутри Самого Планировщика Почему Интрузивность Разумна Ну во-первых Файберы Они Исследоваться От задачи Не реализовать В себе Метод run И там Не резюмить Корутины И при планировании Бросать просто Пойнтер на себя В threadpool Самому Быть задачей Да Тогда Не нужна будет Аллокация При сабмите При экзекьюте И не нужна будет Аллокация Внутри threadpool Потому что Мы там Будем Какие-то Односвязанные Списки Мастерить Из всего Это А дальше Вспомним Про Корутины Вот в частности Вспомним Вот этот пример Чему он нас научил Что Корутина State Корутины Тоже должен Аллокироваться На кучу Потому что Лайфтайм Корутина Какой-то Непредсказуемый Динамический И Вот Корутина Аллокируется На кучу Один раз А потом Много раз Возобновляется На каждом Кое-вейте Она перепланируется Ну Видимо Та же самая История Должна быть Видимо Мы должны Иметь возможность Планировать Ее в threadpool Без лишних Аллокаций Потому что В корутине Уже есть Аллокация Давайте Посмотрим На Код На библиотеку Сипикора Она на самом деле Уже Мертва Но она Не Не настолько Она Не поддерживается Просто Она писалась Льюисом Бейкером Одним из авторов Корутин В качестве Вот такого Доказательства Того Что Корутины Работают Что их Можно принести В C++ То есть Это был Рантайм Для Корутин Вот В языке Делают Фичу И для Этих Для этой Фичи Пишут Рантайм Для Конкурентных Корутин И вот Можно проверить Что все В совокупности Работает Что задача Решается И в этой библиотеке Был threadpool Этот threadpool Был Смотрите Ну что с ним Можно было делать В него Можно было Планировать Корутины Причем Это был Threadpool Специальный Threadpool Для Корутин То есть Когда мы Вызывали Shadow К Корутине Возвращалось Возвращался Аватер Shadow Operation И дальше Уже Корутина Звала на нем Коэвейт Смотрите Как устроен Этот Shadow Operation В нем Есть поле Корутина Корутина Есть поле Next На другой Shadow Operation И что Происходит Когда мы Зовем Коэвейт Ну Вызывается Оператор Ават Вызывается Метод Ават Саспент На Аватере На Шедл Оперейшене Давайте Найдем Шедл Оперейшен Авате Саспент Понятно ли Что мы Сейчас Делаем Мы Сейчас Просто Смотрим Как работает Трэдпул Специально Заточенный Под Исполнение В нем Корутина Вот Он В методе Шедл Возвращает Нам Шедл Оперейшен На котором Корутина Зовет Коэвейт Шедл Оперейшен На котором Он Зовет Авате Саспент И этот Авате Саспент Во-первых Запоминает В поле Шедл Оперейшен Хэндл Крутина Вот здесь Вот А во-вторых Делает Что Шедл Импулзис А здесь Уже Вы Кажется Можете Углядеть Некоторые Некоторые Знакомые Вам Код Потому что Здесь Смотрите Если Текущий Поток Это поток Трэдпула То мы Кладем Шедл Оперейшен В локальную Очередь Иначе Мы Кладем В Ремутинг В глобальную Очередь То есть У нас Тут Появляется Планировщик С локальными Глобальными Очередями И Мы Планируем Шедл Оперейшен Мы Просто Шедл Оперейшен Как узел Списка Добавляем Вот В глобальную Очередь Планировщика Тут Какой-то Логфри Простой Написано Какой-то Логфри Стэк Или Что-то В этом духе Понимаете Что произошло Или нет Давайте Вот Я еще раз Проговорю Я потом картинку покажу И может быть Станет понятнее Вот У вас Был Трэдпул У вас Была Крутина Трэдпул В методе Шедл Вернул Крутине Объект Шедл Этот Этот Ават Соспенд Записывает В этот Аватер В этот Шедл Оперейшн Поинтер На Крутину На Саму Себя И Этот Шедл Оперейшн Бросает Как Такой Интрузивный Узел В Планировщик А планировщик Там дальше Его Провязывает С Какими-то Другими Узлами С Другими Задачами Которые Нужно Выполнить Почему Шедл Оперейшн Все еще Жив Вот мы Здесь С ним Работаем А он На Стейке Живет Шедл Оперейшн Это Локальная Это Аватер Аватер Это Локальная Переменная В Крутине А Локальная Переменная В Крутине Превращается В поле Класса Крутин Стейт Так что А Крутин Стейт Алоцируется На Куче Итого У нас Есть Крутина Она Алоцировалась На Куче В виде Крутин Стейта И у Нью Есть Поле Шедл Оперейшн Теперь И в Нем Написан Поинтер На Другие Шедл Оперейшн Давайте Вот Пришло Время Для Картинки Пришло Время Для Картинки А Браузер Не Хочет Сворачиваться Ну вот На самом деле Все работает так Вот У вас есть Три Карутины Они Разной Толщины Потому что Ну в конце Концов Карутины Могут быть Разные Там Может быть Разное Количество Полей Разное Количество Аргументов Локальных Переменных Это Вот Три Разные Карутины И Все Они Решили Запланироваться В пул Потоков Каждая Из них Получила Аватер Шедл Оперейшн Запомнила Там Себя И Через Поле Некст Связалась С Другими Карутинами А в Глобальном Трэдпуле В глобальной Его очереди Есть В конце Концов Какая-нибудь Переменная Head Или Tail Ну Неважно И Она Держит Ссылку На Шедл Оперейшн И Вот Так Вот Мы Построили По сути Интрузивный Список Из Карутин Вот Тут Много Скрытой Механики Тут Должно Быть Понятно Потому Что Вот Ну В Трэдпуле Нет Ни Оперейшн Нет Никаких Карутин Стейтов Это Все Тоже Скрыто Компилятором От Нас Но Вот Если Все Это В голове Развернуть То Появляется Такая Конструкция Появляется Такой Неявный Интрузивный Список Вот Но Мы Должны Сделать Домашки Еще Лучше Потому Что Ну Почему Должны Сделать Лучше Потому Что Здесь Трэдпул Вот Прямо Конкретно С А мы Хотим Написать Все Еще Вот Такие Максимально Абстрактные Экзекьюторы С Максимально Абстрактными Задачами И Сделать Так Чтобы Карутины Без Всякого Оверхеда В них Тоже Можно Было Планировать И Вот Это Будет Служить Доказательством Того Что Наш Дизайн Вот Наш Экзекьюторы Наши Интрузивные Задачи Это Хороший Дизайн Потому Что Вот Они Подходят Для Файберов С одной Стороны А с другой Стороны Они Одинаково Оптимально Подходят Для Стеклос Крутин Все Плюс Плюс Совершенно Другого Механизма Реализованного Там Не в библиотеке Не нами А вообще Мы подобрали Правильные Абстракции Правильные Интерфейсы Мы Получим Интеграцию Причем Интеграцию Оптимальную Без Каких-то Дополнительных Накладных Расходов Там Ненужная Аллокация Вот В очередной Задаче Вы Сможете Это Попробовать Сделать Ну то есть Вы должны В задаче Экзекьюторы Все-таки Докрутить Интрузивность А потом Взять Тредпул Оттуда И вот Встроить Интегрировать Его с Крутинами Ну а в конце концов У нас получится Вот Вы наверное Чувствуете Что происходит Да Что Все задачи Собираются Вместе Потому что Вот все Аккуратно Аккуратно Продумано Все совсем Сочетается Вопрос Ну потому что Нечего Исключения Бросать Мы Говорим Что Задача Сама Должна Разобраться Если Там Брошен Исключение Она Пусть Сама Думает Как С ним Работать Потому что Ну вот Необработанные Исключения В файбере Это Проблема Файбера Необработанные Исключения Там В крути Ну короче Это Проблема Того Кода Тех Сущностей Которые Исполняются В Тредпуле Тредпул Не может Адекватно Реагировать На это И Ну потому что Мне хватает Одного Поинтера Next Зачем Мне Next И Прев Я не Собираюсь Писать Двусвязные Лукфри Списки Это Забава Ну короче Так все равно Не выйдет Вот в общем Мне достаточно Для Всех Моих Целей И для Стренда Достаточно И для Тредпула Хорошего Достаточно Вот Ну и в этом Коде тоже В общем Один Поинтер Next Односвязных Списков Хватает Ну что Давайте Сейчас Зафиксируем Наш прогресс Мы Разобрали Мы вроде бы Понимаем Что такое Стеклоская рутина Теперь Корутина Которая Останавливается Только Вот В своем Собственном Вызове Не трогая Вызовы Выше По стеку И Которая Умеет Через Оператор Коэвейт Остановиться И запланировать Своё возобновление С помощью Специальной Сущности Авейтера Короутин Ну Всю эту Механику Всю механику Короутин Реализована По сути В компиляторе Компилятор переписывает Тело корутины В некоторый Служебный Класс Аллоцирует Его на куче Подставляет Короэвейтеры Вызов Авейтеров Который Берет через Операторы Короэвейт Ну а дальше Вы Реализовывая Авейтеры Для своих Типов Кастомизируете Поведение Вот вашей Конкретной Короутины Которая Работает С вашими Конкретными Объектами Там Таймер Мизасио Тредпулами Фьючами Мютексами Чем угодно Вот После перерыва Мы поговорим Про вторую Половину Нашей проблемы А именно Про то Как Короутину Стартовать Завершить И Как вернуть Из нее Какое-то Значение Давайте Через 10 минут Продолжим Продолжаем И За время Перерыва Мы починили Асю Раздуман Был частью Он А не Наши Не наш Кот С крутинами Вот Теперь Все работает Теперь Таймера Можно дожидаться Вот Таймер Авейтер Вот мы Еще один Пример Как можно Дожидаться Чего-то В частности Таймера Мы Подписываемся Во Вейт Соспендинг Таймер В колбеке Мы Резюмим Короутину Через Короутинг Хэндл И Вот Теперь Можно Запустить Этот код Он Скомпилируется Он Поспит И Напечатает Привет Через 2 секунды Почему Этот пример Важен Ну Важен Не он Нет Пример Не Асю В смысле Не Асю С таймером Вот Таким Вот С клипом А Пример Чуть более Общий Который С которого И начинается Собственно Документация Проференс Проференс Крути На Все Плюс Плюс Это Пример Эхо Сервера На Асинхронных Сокетах С Кои Вейтами Это код Который Выглядит Абсолютно Как Синхронный Но Давайте Разберемся Как Он Работает Вот Мы Здесь Видим Сокет Асинкред Сам Давайте Я Покажу Это Вот Здесь У нас Где-то Здесь Будет Такой же Класс Но Называется Handle Клайн Здесь Мы В цикле У нас Есть Локальные Переменные Буфер Мы В цикле Читаем Из Сокета С помощью Операции Асинкред Сам И Перед Этим Ставим Кои Вейт А потом Пишем Сокет Тоже Перед Этим Ставим Кои Вейт Код Выглядит Как Синхронный Код Как Блокирующий Эхо Север Написан На том же Асио Разве что Появляются Вот эти Самые Кои Вейт Но Мы Знаем Что Кои Вейт Это Как раз Место Где Прячется Асинхронность Где Мы Останавливаем Крутину А потом Ее Возобновляем Поэтому Нужно Посмотреть Как Ведет Себя Авейтер Который Возвращает Нам Операция Асинкред Сам Авейтер Устроен Ну Каким-то Очень Предсказуем Образом Он Связан С сокетом С сокетом Буфером И мы Из сокета Стартуем Для сокета Стартуем Асинхронную Операцию Чтения В буфер И Подвешиваем Кулбэк В котором Мы Резюмим Крутину Крутина Останавливается При вызове Кои Вейт От Асинкред Сам Возобновляется Когда В Ивент Лупе Из Из E-Pol Достанут Сокет С этим Клиентом Он будет Готов К чтению Из него Прочитают Вызовут Обработчик В этом Обработчике Будет вызван Handle Резюм И Крутина Продолжит Своё Исполнение Вот с этого места Вот Мы Опять С помощью Нашего Примитива Ну В данном Случа Состок Крутина Мы И со Состок Крутином Делали То же Самое Мы Трансформировали Асинхронный Код В Синхронный Так же Как мы Делали Слипфор В Одноименной Задачи Но Смотрите Что важно Вот Возьмем Например Наши Стэк Фулк Рутины И возьмем Пример С Мютексами И запустим Его Посмотрим Где он Тратит Время Ну Вот Мы На Флайм Граф В прошлый Раз Смотрели Уже Нет Это Не Он Смотрим Где он Это Это Workload Смютексами Но мы На прошлой Лекции Про планировщик Смотрели Насколько Быстро Работает Код Где там 13 групп Потоков По 100 Штук Соревнуются За Свои Мютексы В общем Мы видели Что В хорошем Планировщике Большую часть Времени Тратится На Код Пользователя И вот Какое-то Время Тратится На Код Планировщика Самого На Процедуру Планирования В Worker И Ну Из Самого Кода Пользователя Еще Есть Обращение К Рунтайму Тут Они Тоже Где-то Торчат Увижу Ли я Здесь То Что Я хочу Или здесь Слишком Мелко Все Ну Вот Тут Он Нашелся Он Какой-то Короткий Меньше Процента В общем Есть Вот Какой-то Оверхед Который Вносит Сами Каррутины Вот Наши Стэкфол Каррутины Я имею Ввиду Реализованные Через Механизм Переключения Контекста А Давайте Подумаем Какой Оверхед Вносит Стэкл Скрутин Вот В такую Реализацию Относительно Вот Оптимальной Реализации Которая Написана Вот Непосредственно На Асинхронных Операциях Вася Мы ее Разбирали Сейчас Подробно Разбирать Не буду Там Я напомню У нас Был Была Функция Сэшн В синхронном Коде И она Переписывалась В Класс Сэшн В котором Были Был Старт Там Был Дурит Дурит Планировал Первую Асинхронную Операцию Чтения В колбеке Планировал В колбеке Запускал Следующую Асинхронную Операцию Записи И так Вот По циклам Эти задачки Запускались В Ивентлупе И Исполнение Бежало Вперед Обрабатывался Клиент Что же Происходит При исполнении Вот такого Кода Даже Не то Что Происполнение Вот При компиляции Этого Кода Вот мы Написали Такую функцию Handle Клайн Ну или Сэшн Если вам так Угодно Что вам больше Соответствует И дальше Мы написали В ней Коэвейт Компилятор Увидел Этот Коэвейт Он понял Что перед ним Карутина Это означает Что ее нужно Переписать На Автомат То есть Нужно для нее Завести класс В котором Полями будут Локальные переменные Этой карутины И вот У нас появляется Класс У которого Локальным У которого Полем будет Буфер Дата Вот пока Все это Очень похоже На то Что есть В этом примере У нас Здесь был Класс Сэшн И у него Есть локальные Есть поле Дата Для буфера Класс Этот Аллоцируется На куче Потому что Вот непонятно Сколько клиента Мы будем Обслуживать Лайфтайм Динамический Что происходит С карутиной Опять Карутина Свой стейт Аллоцирует На куче Потому что Лайфтайм Динамический Что написано Что происходит С вызовом Коэвейт При чтении Сокета Но вот Он разворачивается Вот В такой код То есть Появляется Аватер В качестве Локальной переменной Аватер Который Выглядит Вот так У него Есть Аватради Но он Возвращает Фолз Этот Аватради Он Просто Инлайнится В тело Карутины Ну и раз В теле Крутине Есть строчка If Not False То видимо Этот Иф Вообще Просто Стирается И остается Только то Что написано Вот здесь Просто Вызов Аватер Саспенда А что написано В аватер Саспенде Он ведь Тоже Инлайнится Тут написано Socket Asyncred Сам И Handle Resume Итого У нас Появляется Класс Для этой Функции У него Полем Служит Буфер Служит Полем Этого Класса А в Функции Ну условно Resume В этом Классе Методе Resume У нас Есть Код Где Мы Вызываем На сокете Сразу же Сокет Asyncred Сам И В Callback Планируем Возобновление Вот Смотрите Буквально Если Трансформировать Этот Код В State Машину Которую Пишет Компилятор Если Заинлайнить Все Вызовы Которые Мы Не Прятали В Другие Единицы Трансляции То Компилятор В конце Концов Напишет За нас Вот Просто Буквально Эту Программу То есть Он Увидит Эту Программу А Напишет Вот Эту Компиля Компилятор Компилятор Ну Потому Которые 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 Предлагает C++ Для Реализации Асинхронного Для Программирования Асинхронности Это Абстракция Которая Позволяет Комбинироваться С Произвольным Рантаймом С Произвольными Там Фьючерами Планировщиками Вводом Выводом И при этом Абстракция Которая При Компиляции Просто Стирается Избавляет Пользователя От Всякого Оверхеда Ну если Конечно Пользователь Позаботился И аккуратно Все написал То есть Крутины Могут быть Бесплатными Здесь У нас Остается Только Аллокации Самих Крутин А это Кажется Вот Вещь Неизбежная Потому что Ну у нас Появляются Какие-то Операции Конкурентные Которые Неизвестно Сколько Будут работать У них Динамическое Время Значит Это все По-прежнему Коявейты Длинная История Про Коявейты А теперь Давайте Посмотрим Например С пулом Потоков Который Был Немного Сложнее Вот Мы Здесь Написали Овейтер Который Перепланировал Крутину В Тредпул Она Начинала Снаружи Исполняться Потом Прыгала В Тредпул И бежала Уже Там Но В конце Есть еще Одна Примечательная Конструкция Core Return Мы Пишем Крутину Но это Как будто бы Функция Из функции Можно вернуть Значение В чем Сложность В том Что Крутина Вот здесь Запускаясь Сразу Что-то Возвращает Но Вот этот Вызов Крутины Это же Не Он же Не блокирует Поток Пока Крутина Завершится Вызов Крутины Это всего Лишь Первый шаг Крутины До точки Остановки Вот И Эта Крутина Вообще Планирует Спать Ну Давайте В 5 секунд И берем Все же Секунду Собирается Спать Она Не может Сразу Вернуть Вот 7 Пользователю Она Асинхронная Но При этом Вызов Сам по себе Что-то Возвращает Итого Смотрите У Крутины Есть 2 Возвращаемых Значения Одно Ну как бы Не знаю Настоящее Как это назвать Одно Которое Она вернет В конце концов Которое Она вычисляет Это 7 А есть Некоторое Значение Которое Она должна Вернуть Сразу Пользователю Ну и здесь На самом деле Вот этот пример Он Почти что Не отличается От Вернемся К примерам К Грутинам От Асинквия Асинквия Это такая Асинхронная Функция Которая Что-то Вычисляет В фоне Там В тредполе Она Вычисляет 42 Она Возвращает Future От Инт Вместо Инт Потому что Сам Инт Еще Не Готов Видимо Похожая История Должна Быть С Карутинами Потому что Здесь Карутина Такая Асинхронная Операция Только Она Уже Умеет Останавливаться Внутри Себя Во время Своего Исполнения Но Нам Снова Нужно Разделить Вот Итоговое Значение И Некоторые Типы Значения Инт И Мгновенный Результат Который Вернет Карутина При запуске И что Нужно Выбрать Что Можно Выбрать Но Кажется Что Разумно Выбрать Future Потому что Future Это представление Для будущего Значения Мы Вызывая Функцию Сразу Получаем Future А потом Мы блокируемся До тех пор Пока Карутина Не завершится В эту Future Не положат Значения И Мы Его Здесь Не прочитаем Не разблокируем Поток Отлично Теперь Осталось Разобраться Как Это все Работает И Теперь Мы Возвращаемся Снова К нашим Примерам Где Мы В рукопашную Писали Все эти Карутины Мы Хотим Видимо Наш Пример Еще Немного Доработать Ну Вот Давайте Посмотрим Тут Все Написано Уже Дела Ну Тогда Придется Прочитать Писать Не будем Что Должна Сделать Карутина При запуске Наша Вот Наша Игрушечная Ручная Карутина Она Должна Вернуть В Пользователю Но В Вычисляется Асинхронно Поэтому Она возвращает Future От В Это Означает Что При старте Карутина Ну Вот Как обычно Она Аллоцирует Своё состояние На куче Это первый шаг При запуске Дальше Карутина Стартует Но Перед этим Мы из Карутины Забираем Return Object Это Объект Который Представляет Собой Ну Как бы Представление Будущего Результата И в данном Случа Return Object Это Future Вот Future Мы получаем Отсюда А дальше Когда Карутина Завершается Вот В точке Где В коде Написано Core Return В плюс 1 Мы должны В эту Future Положить Значение Ну В промис Этой Future Положить Значение Вот появляется Такая Логика Нужно При старте Карутины Построить Некоторый Объект Будущее Значение Ну Я условно Говорю Не обязательно Future А При завершении Карутины Нужно Передать Пользователю Вот Итоговый Итоговый Ответ Это Отдельная Часть Логики И понятно Что Она Снова Для Карутины Кастомизируется Снаружи Потому Что Карутина Еще раз Повторяю Это Языковая Фича Она Не может Зависеть От Каких-то Там STD Future Или Чего-то Подобного Сам Пользователь Решает Какую Семантику Карутины Имеет Вот В случае Кое Вейт Пользователь Кастомизирует Поведение С помощью Сущности Аватер Он Для своих Future Пишет Свои Аватеры И Компилятор Их Использует Вызывает Их Методы С Вызовом И возвратом Значения Та же Самая История Как мы представляем Будущий результат И как мы Пробрасываем В этот будущий результат Значение Итоговое И этот объект Для Эта сущность Для карутин Называется Promise Type Promise Object У каждой карутины Есть Promise Object И Ну в наших Игрушечных Карутинах В наших Ручных Карутинах Это два метода Get Return Object И Return Value Get Return Object Вызывается При старте Карутины И он возвращает Тот объект Который Должен быть Отдан пользователю На старте А Return Value Вызывается Из самой Карутины В точке Где Пользователем Был написан Core Return Карутина подошла К концу Хочет завершиться И возвращает Ответ Но поскольку Ответ Асинхронный Нужна какая-то Логика Которая Пробросит его Пользователю Но в данном Случа Это Promise Мы его в GetReturnObject Построили Пару Promise Future Promise Запомнили Future Отдали А здесь Мы в Promise В Return Value Положили Значение И вот Как уже Выглядит Наша Карутина Вот Вот уже Более Полный Код Это Автомат Плюс Это Запуск Вот Когда мы Пишем В Вот здесь Core От Pull То Под капотом Происходит Вот Просто Такая Механика Вот Написан Разбор Развертка Всего Этого Кода Который Сгенерирует Компилятор Алоцировали На кучу State В State Есть Promise Type Мы Из него Взяли GetReturnObject То есть Future Вернули Пользователю Стартовали Каррутина Когда Каррутина Добежала До конца То есть В конце Первого Шага Мы Написали Promise Type Return Value В Плюс Один И В этом Return Value Записали Значение В Promise Оно Полетело Пользователю Во Future И Пользователь Вот Здесь Его Дождался Ну Как Понятно То есть Это Еще Одна Точка Кастомизации А Вейтер Указывает Как Именно Дожидаться Конкретного Объекта Конкретного События Там Таймером Ютекса Future А Promise Type Говорит Как Каррутина Взаимодействует С Вызывающим Ее Кодом Нет Это Работает Не так Вопрос Звучит Так Сейчас Как Именно Компилятор Связывает Конкретную Каррутину С Конкретным Типом Promise Type В случае Аватеров У нас был Оператор Коавейт Для Типа В случае Промис Type Вообще Чем Определяется Promise Type Вот Есть Каррутина Вот Она Написана Давайте Посмотрим На настоящую Каррутину Вот Написано Вот Написана Настоящая Каррутина Правда Она возвращает Черт И что Еще Ничего не возвращает Даже Черт Возьми Давайте Смотреть Все же Сюда Она возвращает Вот Future Внутри Вызывает Асинквия Получает Future Дожидается Отчего Отталкивается Компилятор Когда он Ищет Promise Type Нет Ну сейчас Аккуратнее Скажи Я просто Двумя способами Тебя понял Да Вот Компилятор Смотрит Какой Тип Вы возвращаете И По нему Находит Уже Promise Type Как Именно Ну вот Давайте Давайте Я здесь Покажу Здесь вроде бы Было У меня Есть Future И вот Крутин Возвращает Future Это значит Что должен быть Промис Type Приоризованный Для STD Future Вот Он И Есть Специализация Carouting Trades Для STD Future Вот Если мы Хотим Поддержать Некоторый Тип В качестве Возвращаемого Значения Для Caroutine Мы Должны Написать Специализацию Carouting Carouting Trades И там Указать Что Promise Type Для Вот Этой Future Будет Служить Вот Этот Класс В котором Будут Методы Но в котором Будет Promise В данном Случае Get Return Object Будет Строить По нему Future А Return Value Будет Ну вот Это Для Воида Специализация Для Произвольного Т А в Return Value Мы будем Просто В Promise Класс Значения Но правда Carrux Может Разными Способами Закончиться Может Быть Exception Брошен Может Брошен Exception И тогда Тоже Нужен Какой-то Нужен Какой-то Способ Которым Можно Exception Прокинуть Вернуть Пользователю Поэтому Promise Type Он Помимо Get Return Object И Return Value Может Реализовать Еще Вот Set Exception Unhandled Exception Почему Называется Promise Type Ну потому Что Такой Очевидный Результирующий Тип Для Future Ой Для Carrux Это Future Вот А Promise Type Для Carrux Будет Просто Promise Поэтому Ну это Странный Выбор Потому что Мы как будто Б Связываем Carrux Carrux С Синхронностью Хотя В общем Случа Это Делать Не Обязательно Но Я Подозреваю Что Название Promise Object Promise Type Выбрано Именно По этой Причине Ну вот Давайте Посмотрим Сущности Которые Участвуют Здесь Promise Object Carrux Handle Carrux State Вот Мы Все эти Сущности Вроде бы Проговорили Которые Участвуют В механике Задействованы В механике Крутим Понятно Понятно Да Вообще Говоря Promise Type Зависит От всей Сигнатуры То есть Еще От Аргументов Но В данном Случа Не Зависит То есть Для Всех Аргументов Если Взвращаемое Значение Future То Promise Type Будет Служить Вот Такой Код То есть По сути По сути STD Promise Ну Потому что Там нет SetValue С аргументом И там ReturnVoid А не ReturnValue Вызывается Ну Void Это специальный Тип Void Это беда Для шаблонов Вот Есть Смотри Есть типы Там Населенные Многими Значениями Есть тип Void Без Значений А есть Тип Unit С одним Значением Вот И Ну В этом Большая неудача Что у нас Здесь Не Что мы Future Которые Ничего Не возвращают Возвращают Void А не Unit Ну Или функции Которые Возвращают Возвращают Void А не Unit Если бы Не возвращали Unit Было бы Гораздо Приятнее Всем Ну Сейчас Я Вообще Это Серьезно Отвечаю Как Вот Хорошие Языки Это Делают Вот Хорошие языки На самом деле Сложный вопрос Он про дизайн языков Он не про то Что там Какой-нибудь Костыль Приделать Вот В разумных Языках Функции Которые Ничего Не возвращают Возвращают Unit На самом Деле Потому Что Unit Может Быть Ну Короче Это С Экспрешнами Хорошо Мачется В общем Там Можно Дальше Композицию Функции Делать Отдельная История В шаблонах В C++ Void Это Всегда Большая боль Потому Что Он Сильно Отличается От Остальных Синтаксически И в обработке Сильно Отличается Поэтому Приходится Специализации Вот Поэтому Здесь Отдельная Специализация Для Войда Ну И Return Void Вместо Return Value Итак Вот Promise Object И Он В механике Вот Используется Так Он Является Становится Полем Крутины При старте Мы Из него Достаем Return Object Возвращаем Его А при Завершении Мы Через Return Value Прокидываем Ответ Пользователю А теперь Еще Немного Глубже Погружаемся В реальность И Узнаем Ну Например Из стандарта C++ Что На самом Деле Когда Вы Компилируете Крутину Компилятор Компилирует Не тело Вашей Крутины Ну То То Не Только Тело Вашей Крутины Не Прямо Тело Вашей Крутины Трансформирует В автомат А На самом Деле Берет Тело Вашей Крутины Оборачивает Код И Уже Ее Трансформирует В автомат Ну И В частности Тут Появляется Локальная Переменная Promise Object И Она Становится Полем Класса То есть Это не Какое-то Специальное Правило Просто Мы Сделали Ее Полем Поэтому Вот Здесь Оно Есть Как Любая Другая Локальная Переменная А Что Еще Интересно Здесь Появляются Две Дополнительные Точки Остановки Два Новых Коэвейта То есть Плюс Ко всем Вашем В Крутине Есть Еще Два Служебных Коэвейта Initial Suspend И Final Suspend То есть Крутина Может Остановиться Еще До Запуска Вот В общем Вашего Кода Который Вы Написали И Может Зачем-то Остановиться В самом Конце Перед Завершением И Когда мы Пишем Promise Ну Вот У нас Здесь Этого Не было Он Был Упрощенный Этот Самый Promise Когда мы Пишем Настоящий Promise То Мы Должны Указать Но мы Должны Вернуть Какие-то Аватеры Из Initial Suspend И Final Suspend У нас Есть Две Дополнительные Функции Которые Решают Которые Определяют Как Именно Карутина Будет Действовать В Финальные Остановки И Здесь Мы Возвращаем Такой Готовый Аватер Suspend Never Который В Ават Ready Говорит Всегда True Ну Просто Карутина Игнорирует Эти Точки Старта И Финальные Остановки Как будто Вы их Нет Но На самом Деле Тут Можно Что-то Более Умное Написать И Мы Чуть Позже Разберемся Что Именно Это Не Тривиально А давайте Разбираться Собственно Давайте Поговорим Про нечто Совершенно Другое Забудем Про Всякие Сейчас Future Promises Поговорим Про Stack Less Природу Карутин Мы Как-то Сказали Что Карутин Останавливает Только Свой вызов Не тормозит Стэк Вызов Над собой А дальше Начали Их писать И Все упрощается Потому что Состояние Остановленной Карутин Это всего Лишь Состояние Одного Стэкового Фрейма Поэтому Нам не Нужно Нам не Нужно Калстэк Держать Но С другой Стороны Смотрите В чем Есть Некоторая Сложность Предположим Что У нас Есть Функция Функция Бар Которая Является Карутиной И Функция Фу Вызывает Функцию Бар Когда У вас Да В функции Бар Может быть Написан Кое Вейт Какой Нибудь В чем Подвох В чем Сложность Ну В случае Стэк Фул Карутин Ниакой Проблемы Не было Если Вы вызывали Функцию Та Вызывала Функцию Та Вызывала Функцию И в конце Концов Где-то В недрах Этого Стэка Вызова Был Написан Suspend То Просто Исполнение Останавливалось Стэк Замораживался Мы Выпрыгивали Куда-то Наверх А Теперь Представьте Что вы Вызываете Функцию А это Не функция А карутин На самом Деле И она Стартует А потом Решает Остановиться В середине Она Останавливается А вы То нет То есть Когда вы Вызываете Карутину В своем Коде Я Говорил Уже Об этом Здесь То Синхронно Выполняется Только Первый Ее шаг До Первого Коя Вейта На котором Карутин Остановится Вот Мы Здесь Вызвали И все Исполнение Побежало Дальше Но Может быть Мы К этому Не готовы Может быть Мы Хотим Все-таки Вызвать Карутину И Мы Вызываем Функцию Она Карутиной Вдруг Оказалась Как нам Быть Ну вот Если вы Пока не Поняли О чем Я Говорю Давайте Я Я вам Посоветую Одну Отличную Статью Чудесного Человека С чудесным Блогом Который Написал Книжку Крафтин Интерпретатор Про То Как писать Интерпретаторы И Виртуальные Машины Великолепны Вот Читайте Ее Сегодня У него Есть Очень известная Очень старая Статья What Colors Your Function Пожалуйста Непременно С ней Знакомьтесь Если вы Работаете С карутинами В любом Языке Это Неважно Смотрите Утверждается Что В вашем Языке В нашем Языке Си Плюс Плюс Есть Разноцветные Функции Есть Функции Красные Есть Функции Синие И Правила Вызова Красных И Синих Функций Отличаются Ну Пока Не страшно Дальше Начинаются Уже Трудности Что Если У вас Функция Красная То Из нее Можно Звать Синюю Функцию А Если Функция Синя То Красную Звать Уже Нельзя Это Чем-то Плохим Закончится И Вообще Красная Звать Как-то Больно Больнее Чем Обычные Функции Что-то Затрудняет Их Вызов Вот Мир В таких Языках Да Ну Вот И Библиотеки Вот Работать с библиотеками И некоторые функции В них Красные Вот Статья Про Такое Общее Наблюдение Что такое Красные И синие Функции О чем Идет Речь Это Функции Синхронные И асинхронные Вот у вас Есть функция Асинхронные Вы вызвали Вызов Завершился Все Операция Завершена Какая-то Логическая А есть Функции Асинхронные Которые У нас Представлены В языке Коррутинами Мы их Вызываем Они Стартуют А потом Останавливаются И потом Где-то Асинхронно Продолжают Работать Но Прямо Сейчас Нам Колеру Сообщают Что Вызов Завершился Как будто Б Вот Ну и Разумеется Вы можете В коррутине Позвать Некоррутинную Функцию Обычную И там Стэк Будет Наращиваться В этом Проблемы Никакой Нет Стэк Лес Коррутина Может Звать Другие Функции И копить Стэк Разумеется Но В какой-то Момент Она Захочет Остановиться И Таким Образом Она Создаст Некоторую Проблему Колеру Вот Обычная Функция Не может Вызвать Асинхронную Тогда Как быть Обычной Функции Но Видимо Ей придется Тоже Асинхронной То есть Если Она Вызывает Коррутину То Видимо Она Сама Должна Быть Коррутиной Тоже Потому Что Вызываемая Корутина Может Остановиться Значит Нужно Остановиться И Ей Колеру И Вот Так Начинает Распространяться Синтактическое Заражение Этими Клэвейтами Вот У вас Где-то Появился Кори Терн И Вы Функции Фу Вызывали Этот Бар И Бар Тоже Становится Коррутиной И Функция Которая Вызывает Эту Фу Тоже Становится Коррутиной И Тоже Должна Дожидаться Каждую Вызываемую Функцию Проблема В том Что Наверху Этого Стэка Находится Мейн А Мейн Это Синяя Функция Разумеется Не Асинхронная Поэтому Где-то Вы должны Провести Черту Вот Ну и Тут Ничего Неожиданного И вот Здесь Мы Используем Для Всей Этой Композиции Фьючо Фьючо Для которой Поддержан Оператор Коэвейт Вот с этим Самым Фьючо Авейтером Который Делает Сабскрайб И резюмит Коррутину В колбейке Мы Вызываем Корутина Она Возвращает Фьючо Потенциально Синхронная Операция Если мы Вызываем Функцию Бар И хотим Дождаться Ее Синхронно То мы Говорим Коэвейт И Сами Блокируемся До тех пор Пока в этой Фьючо Не появится Значение А если Мы хотим Ну и вот так Все происходит По стеку Выше Все это Тоже Кроутины Красные А в какой-то Момент Мы вызываем Из мейна Вот функцию Которая Не хочет быть Кроутиной И она Уже Вот здесь Блокируется Честно Мы здесь Проводим Границу Между Синей Функцией И красной Функцией Мы говорим Хватит Будем ждать Блокируемся На фьючо Вот поэтому Возвращаемое Значение Нам должно Позволять Выполнять Две Вот эти Операции С одной Стороны Дожидаться С помощью Коэвейта Блокируя Крутину А с другой Стороны Блокировать Поток Чтобы Ну просто Провести черту Между красным И синим Миром Между синим И красным Чтобы это Заражение Остановить Понятно Ну а теперь Теперь Перейдем К сложным Вещам Смотрите Утверждается Что Вот так Можно делать В смысле Можно использовать Фьючо В качестве Возвращаемого Значения Для Крутин Также Утверждается Что это Очень Неэффективно Почему Причин много Причины В дизайне Фьюч Что такое Фьюч Фьюч Она впали с промисом И задумка Какая У вас Асинхронная Операция Есть два потока Один Консюмер Другой Продюсер И вот В этом потоке Что-то вычисляется Этот поток Что-то ждет Ну не то Что вычисляется Может быть Вот вывод делается Может быть Вычисляется Может быть Таймер Какой-нибудь В общем Есть два потока И где-то Здесь происходит Событие А здесь Его ждут И поэтому Мы строим Между ними канал Здесь промис Здесь фьюч И можно Из промисов Фьюч Передать Какую-то информацию Результат Ошибку Или беззначение Как устроены Фьюч Точнее Как устроены АПи Которые работают С фьюч Устроены они Обычно так Возвращаемся К примеру С гаррутинами Вот мы здесь Получаем Фьюч Когда мы Стартуем Асинхронную Операцию И если У нас Уже есть Фьюч То это Означает Что где-то Уже Стартовала Асинхронная Операция Есть какой-то Другой поток Возможно У которого Есть промис И мы Уже Уже с ним Гоняемся Мы можем Вот здесь Подвешивать Кулбэк К фьюче А из Пола потоков Могут Класть Значение В эту фьюч Ну в Шаред Стейт Между ними Вот есть Уже гонка И Ну если вы Решали уже Самую простую Хотя бы Фьюч А другую Еще не могли То вы знаете Что этот Шаред Стейт Алоцируется На кучу Потому что Динамический Лифтайм Потому что Непонятно Кто раньше умрет В общем Есть Шаред Стейт Динамическая Локация На него Держатся Сильные Ссылки Шаред Пойнтеры С Атомик Счетчиками И просто Внутри Шаред Стейта Есть Синхронизация Между Продюсером И Консюмером А локация Подсчет Ссылок Синхронизация А теперь Смотрим На этот Пример Не на этот На Этот Пример У нас Здесь есть Функция Фу Она вызывает Функцию Бар Вообще-то Здесь Время жизни Функцию Фу Покрывает Время жизни Функции Бар Время исполнения Функции Фу Покрывает Время исполнения Функции Бар Нужна Динамическая Локация Не нужна Нужен Подсчет Ссылок Кто раньше Умрет Не нужен Нужна Синхронизация Ну На самом деле Тоже Нет Что такое Коэвейт Бар Мы Резюмим Крутину Но перед этим Подписываемся На Мы Останавливаем Текущую Крутину Фу И подписываемся На Фьючо Коэвейт Так делать Просто Давайте Мы Не будем Исполнять Фу До тех пор Пока мы В этом Коэвейте Не подвесили Колбэк К фьючо То есть Смотрите Вот Какова Семантика Мы вызываем Асинхронную Функцию А Мы вызываем Асинхронной Функции Другую Асинхронную Функцию И хотим Дождаться Завершения Функции Бар Как это Было бы Оптимально Сделать Оптимально Было бы Получить Фьючо Каким-то Образом Без Синхронизации Спокойно Повесить на нее Колбэк Что когда Фьючо Готово Нужно Запустить Текущую Каррутину А после Этого Уже Зарезюмить Каррутину Бар Чтобы она Начала Бежать Вот Фьючо Это Все Не делают Потому что Фьючо Ну В них Уже Есть Ширидстейт Есть уже Локация Счетчик ссылок Синхронизация Поэтому нам Нужна не Фьючо Нам нужен Некоторый Другой Класс Который Мы Назовем Таск Он по Смыслу Похож То есть Он представляет Из себя Будущее Значение Но он Вот прям Для Каррутин Создан Вот я Здесь Пишу Пример Я Вызываю В цикле Каррутину И блокируюсь До тех пор Пока она Не завершится Но Опять Представим Себе Что она Асинхронная Что Сделает Этот Таск Ну вот Он Он должен Работать Вот так Как я Говорю То есть Когда мы Вызываем Сабворк Сама Каррутина Не должна Стартовать Она должна Только возвращать Таск Не Начиная Исполняться Потому что Когда начнет Исполняться Она уже Может куда-то Убежать В другие Потоки Вот мы Хотим Сначала Получить От этого Вложенного Вызова Таск Подписаться Что мы Хотим Себя Возобновить Когда в Таске Появится Значение А потом Стартовать Дочернюю Каррутину Которая Уже Начнет Исполняться И потом Этот Таск Заполнит Значение Понятно Чего я Хочу Вот А теперь Начинается Реализация Этого И Ну это Сложная Часть Давайте Попробуем По крайней мере Не отрубиться Ну нужно Сейчас вот Собрать все Вместе Все что было На занятии Все в кучу Собрать И знания И про Фьюч И про Асинхронности И про Таски И про Промисы И про Аватеры Про Все это Вместе Я боюсь Что я Не смогу Пять минут Повторять Еще раз Но я хочу Получить композицию Каррутин Избавившись От накладных Расходов Фьюч А именно Мне не нужна Динамическая Локация Шердстейта Для Фьюча Мне не Нужна Еще раз Понятно Что все это Лишнее Вот Я хочу Все этого Избежать Я Объяснил Даже как По смыслу Это тоже Представление Для будущего Значения Но Как его Извлечь Это будущее Значение Вызвать Коевейт А коевейт На таске Должен Запустить Под задачу Должен Сначала Подписать Нашу Крутину На Появление Значения И Вызвать Под задачу При этом Никаких Шердстейтов Делать Не нужно Потому что Ну просто У нас Лайфтайм И корутин Вложен Друг в друга Бар Вложен Фу В общем Случай С ключами Это не так Поэтому Там Динамическая Локация Есть Здесь У нас Она Не нужна Ну вот Смотрите Когда мы Вызываем CoreAvate Subwork Мы вызываем CoreAvate На таске И хотим Видимо В этом CoreAvate От таски Остановить Текущую Корутину До тех пор Пока Не будет Завершена Эта Корутина Но мы Хотим Сначала Подписаться На Возобновление А потом Уже Стартовать Дочернюю Корутина И вот Тут мы Вспоминаем Что У корутин Не просто Так Есть Initial Suspend Вот Если мы Пишем Task Если мы Пишем Task То Вот У него Есть Promise Type И У него Есть Initial Suspend И он Suspend Always То есть Корутина Просто Всегда Останавливается При Своем Вызове Вот Если Корутина Возвращает Таску То Она При запуске Останавливается В точке Initial Suspend То есть Вообще Не доходит До исполнения Кода Пользователя Но Зато Сразу Отдает Пользователю Объект Таск Отдает Колеру Объект Таск Это понятно То есть Вызывая Subwork Мы На самом деле Останавливаем Корутина До Еще Выполнения Этого Тела Но Уже Отдаем Колеру Таск А Колер Вызывает На этом Таске Коэвейт И Что происходит Дальше Но Видимо Нужно Смотреть Как Реализован Авейтер Для Таски Да Давайте Посмотрим Как именно Таска Получается Вот у нас Есть Таск Промис И У него Есть Initial Suspend Который Останавливает Под задачу Всегда А еще Есть Get Return Object Который Отдает Что-то Пользователю Вот смотрите Что мы Отдаем Мы Отдаем Пользователю Таск Собственно В котором В котором Мы запоминаем Хэндл Вот Себя То есть Пользователю Отдается Таск У которого Есть Поле Давайте Мы Сейчас Его Будем Искать Вот Таск У него Есть Поле Coroutine Handle То есть Это Subwork И вот Он остановился В initial Suspend Перед запуском Но Вернул Пользователю Объект Таск Внутри Которого Лежит Хэндл Вот Этой Крутины То есть Work Может Возобновить Через этот Хэндл Subwork И Наверное Мы это и делаем В Коевейте Смотрим Теперь На Аватер Для Класса Таск Вот у нас Есть Класс Таск У него Есть Аватер И у него Есть Await Suspend Ну я Расскажу Сейчас Не его А на самом деле Что бы мы хотели Там написать Давайте Подумаем Что бы мы там Хотели написать На самом деле Вот у нас Смотрите У нас Есть Вот в этом месте Компилятор Запустил Subwork Остановил Subwork Перед первой строчкой Вашего Кода И Вернул наверх Объект Таск В котором лежит Corouting Хэндл Для Subwork А теперь Вы Work Вызываете Коевейт На Объекте На Аватере Для Таска Ну вот Что вы Сделаете В Коевейте Для Таска Давайте Логически Рассуждать Что вы Хотите Вы хотите Остановиться Сами Вот вы Текущая Корутина Work Хотите Остановиться И Возобновиться Тогда Когда Закончится Subwork Но он даже Не запустился Еще Поэтому Видимо Мы должны Subwork Сказать Что пожалуйста Вот я Корутина Work Вот мой Хэндл Когда ты Завершишься Запусти Меня После этого Я Пока Засыпаю А ты Возобновляйся То есть Мы сначала Говорим Subwork Чтобы он Запомнил Хэндл На нас У нас Его Хэндл Есть И мы Через него Говорим Subwork Чтобы он Нас Возобновил В конце А сами Засыпаем Вот Вот видите У нас здесь Есть Awaiting Routing Это Color Это Work Это то что Снаружи И мы Засыпаем И мы Резюмим Subwork Дочернюю Корутина Но Почему-то Тут написан Код Задом Наперед Почему-то Мы сначала Возобновляем Ребенка А потом Мы к нему Подвешиваем Себя Хотя Могли бы Сделать Наоборот Это Тайна Которая Останется На Время Домашки До Домашки Окутанной Мраком Потому что Ответ Смешной Я Дам Возможность Насладиться Им Самостоятельно Для тех Кто Решит Давайте Думать Ну Можно Написать Как я Сказал Сначала Подвешиваем Потом Резюмим Увидите Чем Это Закончится Что Происходит Ребенок Запускается Subwork Запускается Он А потом Приходит В Final Suspend Что происходит В Final Suspend В Final Suspend Мы возвращаем Final Avatable Еще один Avator И Как он Устроен Ну Во-первых Крутина Дочерни Резюмит Крутину Родительскую Это был план Subwork Завершился И теперь Subwork Пришел В Final Suspend А теперь Резюмит Колера Work Вот здесь Вот Тут есть Какой-то еще Exchange Опять не думайте О нем И при этом Subwork Засыпает Засыпает Вот здесь Final Suspend Он не выходит Оттуда Он мог бы Завершиться Написать The resist Но он так Не делает Почему он Так не делает Ответ Очень хитрый И мне кажется Очень важный Для понимания Эффективности Крутин Почему Дизайн Такой Навороченный Смотрите Даже если мы Написали Хороший Task Я вроде бы Объяснил Как он работает Если вы Отрубились Но ничего страшного Это сложно Сходу понимать Я бы не понял Точно Смотрите В чем еще Есть проблема Что такое Запуск Рутины Вот мы с вами Писали Развертку И вот Здесь мы Видим Что запуск Рутины Любой Это Аллокация Стейта На куче Возврат Значения Но аллокация Стейта И вот У нас Есть Вызов Сабворка В цикле И вроде бы Вложенная функция Вложенная функция Это вызов Карутины Вот этот вызов Это вызов Карутины Это значит Аллокация По идее Ее стекового фрейма На куче Динамическая аллокация Но с другой стороны Тут же Динамические аллокации Вроде как не нужны Потому что Все друг к другу Вложено Логически То есть у нас Такое структурное Программирование Вложенные вызовы Вызовы Вложены друг к другу Образуют иерархию Поэтому Зачем нужен Final Suspend Когда на самом деле Карутина Сабворк Разрушается Вот в этом примере В реализации Таска Она разрушается В деструкторе Таска Когда Таск Разрушается Тогда Вызывается Дестрой для Карутины И вот Это важно Компириатору Почему Потому что Смотрите При вызове Subwork Компириатор Понимает Что нужно Аллоцировать State Для дочерней Карутины А при разрушении Объекта Таск Локальной Переменной Компириатор Понимает Что дочерняя Карутина Разрушается Ну как бы Сам Таск Позаботился Чтобы это было Корректно И все Теперь Компириатор Знает Что Лайфтайм Вложенной Карутины Покрывается Лайфтаймом Нашей Карутины Вот за счет Того Что мы это Явно написали Своими руками В деструкторе Явно Вызывали Дестрой Не Дридзис Который для Компириатора Плохо предсказуем А вот Цепочка Для Но То Будут Управляем Но тем Увязывали Компириатор Которая Которая Описывает Контейнер Ну и Определенные Правила Связывания А теперь Вспомним Следующее Что Ну я когда говорил Про То Где Монады Появились Говорил про то Что они Появились Не и Хаскера Здесь нет что ли Не может быть Кто готовил Эту реакцию Ну допустим Что-нибудь найдется Хорошее Да Ну что-то Мне Хотелось бы Более Более Оформленное Да Для Монад В Хаскере Есть Удобный Удобный Синтактический Сахар Донотация Где Вот Делаются Такие Как будто бы Императивные Шаги Последовательные А на самом деле Есть Функциональная Композиция Которая Просто скрыта От пользователя Вот То есть Есть удобный Синтаксис Общий Для произвольных Монад То есть Для типов Которые Реализуют Некоторые Контракт Так вот Смотрите Future Это Монада И Результ Это Монада И есть Некоторые Синтаксис У нас Которые Позволяют Скажем Подождать Фьючу Я Я говорю Я говорю Что этот Синтаксис Коэвейт Он Реализован На уровне Коэвейт Это языковая Фича Которая От конкретной Семантики Избавлена То есть Просто Авейтерам Задается Поведение Крутины В точке Коэвейта Ну Видимо Можно Через Коэвейт В Коэвейте Поддержать Не только Какие-то Примитивы Для Асинхронности А еще И вот Тот же самый Резалт Или тот же Самый Экспект И писать Код Ну это у меня Точно есть Вот так вот Смотрите У нас есть Функция Ф1 Она возвращает Значение Инт Или ошибку Есть функция Ф2 Которая Ожидает Просто Инта И вот Нам нужно Их связать Что здесь Происходит Ф1 Возвращает Экспект А что Делает Коэвейт Он Либо Распаковывает Экспект В инт Либо Просто Крутину Останавливает Завершает И здесь Уже Мы вызываем Ф2 От x Где x Это Инт Получаем Экспект Распаковываем Его с помощью Коэвейта Короче Коэвейт Это Он Называется Коэвейт Но Ко потому что Обратная Совместимость Все такое А вейт Потому что Как будто бы Мы чего-то ждем Это понятно Про синхронность Мы чего-то ждем Но На самом деле Коэвейт Абсолютно свободен От такой Семантики Ожидания И можно вложить В него другое Поведение И реализовать Вот такую Поддержку Для обработки Ошибок Чтобы не писать Вот эти Ифы То есть Вместо Вот этого Кода И вместо Этого Кода Можно писать Еще и Вот такой Код Так они Спрятаны В этом и Смысл Их здесь В этом Коде Ошибок нет Ну В этом Коде Нет Экспект Вот То есть Экспект Появляется После вызова Из функции F1 И он Разворачивается С помощью CoyAwait В просто Значение Типа X Здесь интересно Что вот этот CoyAwait Ну это вот Механизм Для манипуляции Потоком управления Мы В CoyAwait Для Фьюч Останавливали Крутину И потом Возобновляли Ее где-то В каком-то Пуле потоков Здесь Мы Останавливаем Крутину Либо Сразу же Ее продолжаем То есть CoyAwait На Экспект В котором Содержится Значение Просто В await ready Говорит true А в await suspend Видимо Крутину Нужно просто Разрушить Потому что Все Вот мы Вышли из Крутины Ошибка Вот Так что Механизм На самом деле Более Общий Нужно Видеть Что Вот Если Вы Видите Монады Если Вы Видите Синтекс С которой Похож на Донотацию Видимо Можно Это все В голове Совместить И поддержать Обобщить CoyAwait На Им Произвольную Монаду Тоже Вот На Result Можно Обобщить На Result Ну что ж Пожалуй На этом Все Спасибо Вам Спасибо Спасибо За Счастливо Ну можно На вопросы Задавать Еще Если Они у вас Есть Конечно Ну что Ты Делаешь Когда Ты Увидишь Ошибку В функции Ты Из нее Выходишь Покидаешь Ту Функцию Она Проклята Ну вот Ну я Не знаю Ты Пишешь Асинхронный Эхо Сервер Там Есть Async Right А Async Right Может В цикле Звать Async Right Сам Ну потому Что Не бывает Right Там В сокет Неограниченного Размера Может быть Right Какой-то Частичный Ну вот Например Ну это Не значит Что это Лучшая Реализация Но это Вот Какая-то Реализация Ну или Просто у тебя Функция Которая Обращается К пяти Подряд Микросервисам К первому К второму К третьему Ты любишь Микросервисы А потом Ты вот Пишешь Еще какую-то Логику Сверху Ну в общем Все это Можно Декомпозировать Выделять Функции Поэтому Такая задача Возникает Задача В смысле Вызывать Синхронно Асинхронные Функции Ну и там Появляется Таск И вот Вся эта История Проблема Проблема Какая Ну почему Он не нужен Но какая Разница У нас Ошибка То есть Optional Или Экспект Проблема Тут Скорее В другом Она В том Что Очень Сложно В одном Коде Жить Смотрите У нас Есть Фьюча В чем Подвох У нас Есть Фьюча Мы Дожидаемся И Распаковываем Ваш Что В результат А теперь Нужно Распаковать Резал И Что сделано В Расте В Расте Нет Универсального Такого Монодического Синтаксиса Там есть Для Ну ладно Опять я Проиграл В Расте Есть Оператор Вопросик Сейчас мы его найдем Вот Мы открываем файл И бог знает Чем это может завершиться Файла может не быть Файл может быть На сетевом устройстве У нас сейчас нет интернета Ну Ошибка может возникнуть Поэтому нам возвращает Резалт Если Ошибка возникла То мы может быть Не хотим продолжать Эту функцию Мы хотим Вернуть ее наверх Но мы не хотим Писать return Голыми руками Поэтому мы Нам нужна Некоторая поддержка То есть Поддержка Вот такого Control Flow Ну вот Т плюс плюс Мы бы написали Уродливый макрос Оборачивающий Весь этот вызов И это совершенно Непригодно Непригодно для жизни Вот В Расте Сделали специальный Оператор вопрос Который Получая резалт Распаковывает его В том смысле Что если В резалте В резалте была ошибка То мы Пробрасываем ее На уровень вверх Выходим из текущей функции А для фьюч Там есть Авейт И он Очень любопытный Есть ли здесь Авейт кстати Ну что ж Ну что ж Ну я хочу Более интересный Пример Я хочу Авейт Со знаком Вопроса Я не сомневаюсь Ладно Смотрите Что Ну я попытаюсь Сейчас найти Еще Смотрите Что интересно Авейт Это ключевое слово Да Ну то есть С помощью него С помощью такого Синтактического маркера Компилятор понимает Что перед ним Не просто функция А какая-то особенная Функция Асинхронная Которая умеет Останавливаться И нужно ее Переписать в автомат И в большинстве языков Которые поддерживают Вот такую синхронность Из стеклос Корутины Это ключевое слово Авейт И оно ставится Перед выражением Все плюс плюс Она еще изуродована Вот этим ко Но бог с ним Суть не меняется В расти поступили Очень интересно Там ключевое слово Авейт С точки начинается И постфиксное Это кажется Первый такой Мейнстрим язык Который взял И сделал себе Ключевое слово Начинается с точки И постфиксное Похожее на вызов метода Там очень долго На это решались Там полгода думали Обсуждали Писали просто Обсуждение На форумах Но в конце концов Решились И почему Потому что У них была проблема Что Ну вот смотрите У нас есть Авейт Который распаковывает Фьючу А есть вопросик Который распаковывает Резалт А фьюч распаковывается В резалт обычно И как написать Асинхронную функцию Которую распаковывает Сначала фьючу А потом в резалт Вот писать Авейт Потом скобочки Потом вопросик Это совершенно мучительно Вот Поэтому они решили Сделать постфиксный вызов Чтобы это все Хорошо чейнилось Это вот совершенно Блестящая идея Абсолютно безумная На первый взгляд В смысле Делать такое ключевое слово Но вот Они решили Что у языка любого Есть такой Бюджет на странности И вот Его тратить Очень нужно осторожно Чтобы людей не отпугнуть От своего языка Но вот в этом месте Нужно его потратить Потому что Это самое лучшее решение Довольно смелый дизайн Но вот он в итоге Реализовался Я вот хотел найти Авейт с вопросиком Но почему-то у меня Примеры Не показывают Вот То есть Один универсальный синтаксис Возможно Это не самая лучшая идея То есть Она не решает всех проблем Это скорее Ну вот Это скорее Конечно Блавство Чем Нет Эксперт это не баловство Это очень серьезно Вот это Это скорее баловство Но если Это баловство Так серьезно Обдумать То Можно Получить Другой немного Синтаксис Но при этом Смысл будет Тот же самый Мы вот Реализуем Такую специальную Нотацию Которая распаковывает Контейнеры Которая делает Связывание Вот Для мам Еще Может быть Вопрос Мы Я не знаю Может быть Задачку Сделаем Про него Может быть Может быть Нет Ну В C++ Много Всего Интересного Мы Все-таки Фокусируемся На Асинхронных Применениях Ну Куделт Это же При генераторе История Ну Питон Тут ни при чем Питон Это всего лишь Язык В котором Есть Стекус Крутин В смысле Он здесь Ничем Не отличается Просто Питон Как C++ Можно Говорить Теперь Вот Ну Это Ироника Это не то Что Будет Как в Питоне Питон Это просто Иллюстрация Одного Общего Подхода Стекус Подхода К К Рутинам Ну Что Если Вопросы Закончились То Можно я Последнее Покажу Вам Если Я сейчас Найду Быстро Документация Буста Ну ладно Сойдет Вдруг Мне Короче Ну такой Спойлер Я надеюсь Что про это Сделаю Задачку Не обещаю Не обещаю Очень Постараюсь Это Скорее В Мае Случится Когда Уже Можно Баластом Заниматься Можно Написать На C++ Stagless Крутину На Макросах Ну Stagless Крутина Это же Преобразование Вот Кода Генерация По сути Мы берем Вот одно Описание Строим Другое Описание Как Делается Кода Генерация На C++ Макросы Для этого Макросы Нужны Чтобы Код Писать Автоматически Ну Вот Можно Написать Такие Хитрые Макросы Чтобы Код Выглядел Как Крутинный Написать Там Свои Аваты И В итоге Получится Крутина И Кажется Что ASIO То ли Поддерживал То ли Поддерживает Вот Такой API На Вот Этих Своих Макросных Крутинах Для Библиотеки Я не думаю Что им Сейчас Это нужно Потому Что Зачем Уже Есть Плюсовые Крутинах Нужно И Нужно И Но Нет По-моему Это Ладно Я не буду Врать Ну В общем Так Можно И Можно Ради Любопытства Попробовать Переписать Это Все Своими Руками Там Очень Любопытные Вещи Возникают Как Можно Это Даже Не Макро Это Макрос Это Дав Девайс Там Расширяет Сознание Если Можно Так Сказать Ну В общем Если Получится Мы Это Попробуем Сделать А Так Вот По плану Я думаю Что Совсем Скоро В ближайшие Дни Даже Я Выложу Задачу Про То Чтобы Сделать Вот Потерялся Вот Такие Грутины У которых Есть Гор Рутина В смысле Корутина Имени Гора Нишанова В которых Есть Мютексы В которых Есть Вейт Группы Которые Умеют Работать С Нашим Пулом Потоков С Нашим Ну В смысле Нашим Плохим И Вашим Будущим Хорошим Вот С Произвольными Экзекьюторами И Код 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 Продолжение следует...